Начнем наш вебинар. Меня зовут Надежда Шикина, я менеджер проектов по развитию отраслевых решений компании 1SBITREX. И сегодня наш вебинар посвящен созданию эффективного сайта медицинской организации. Нас сегодня я вижу пока еще немного, но я тем не менее благодарю всех за внимание к нашим продуктам и то, что вы нашли возможность сегодня с нами поучаствовать в вебинаре. Вебинар у нас будет состоять из двух частей. И в первой части мы присуждаем на тему эффективного сайта. Также я расскажу про возможности готовых решений 1SBITREX для создания сайта медицинской организации. А во второй части вебинара наш партнер Михаил Болдеров, генеральный директор студии Кландайк, расскажет про рекламу медицинских услуг в интернете. Наш вебинар будет записываться. И также после обработки видеоматериалов на почту к вам придет рассылка. А еще один организационный момент. На вкладке «Questions» вы можете задавать свои вопросы. Традиционно мы на них отвечаем в конце наших докладов. Если на какие-то вопросы вдруг мы не сможем ответить или пропустим, то мы обязательно на них ответим в почту. Итак, начнем. Традиционно несколько слов о компании. Компания 1SBITREX – это российский разработчик системы управления сайтами и корпоративными порталами. У компании «Самая большая в мире партнерская сеть» у нас более 10 тысяч партнеров. На платформе 1SBITREX работает более 130 тысяч проектов. Это подтверждает данный рейтинг iTrack среди платных тиражных систем управления сайта Content Management Systems. Как мы видим из данных рейтинга, платформа 1SBITREX занимает лидирующие позиции. С помощью платформы 1SBITREX можно создать интернет-проекты любого уровня. Это и сайты-визитки, это крупные корпоративные порталы, интернет-магазины, информационные порталы, новостные сообщества и в том числе и сайты медицинских учреждений. Нашу платформу уже выбрали такие крупные медицинские учреждения, как МедСи, Будь Здоров, Медицина, Инвитро, Ригла и еще более 700 медицинских организаций. В прошлом году мы проводили исследование на наличие сайтов у стационаров, госпиталей, диагностических центров, родильных домов города Москвы. И мы увидели очень странную картину, что даже в Москве у 46% стационаров и госпиталей не оказалось сайтов. Мы рассматривали работающие интернет-проекты, которые бы корректно открывались и были заполнены хорошим контентом. А ситуация действительно странная в наш век интернет-технологий, всевозможных гаджетов и приложений. И поэтому, конечно, часто возникают ощущения, что сайты – это какие-то сложные, непонятные термины. И зачастую нет времени в этом разбираться, поскольку в медицинской организации действительно очень много других организационных вопросов между взаимодействием врачом и пациентом. Но, тем не менее, без сайта в современных условиях вряд ли мы обойдемся. Я думаю, что все вы узнали Билл Гейтса и его известную фразу «Если вас нет в интернете, вас нет в бизнесе». И если раньше на вебинарах мы рассуждали, зачем нам нужен сайт, то сейчас мы этот вопрос уже не ставим. Сайт однозначно должен быть. Но поскольку сайт – это всего лишь дополнительный маркетинговый инструмент для успешного развития бизнеса, то мы и поговорим немножко о том, что такое эффективный сайт. Раз это маркетинговый инструмент, который направлен на развитие бизнеса, значит, он решает конкретные бизнес-задачи медицинской организации. Причем эти задачи в зависимости от организации будут свои. Если это небольшая клиника, то для нее может быть поставлена задача привлечь дополнительных клиентов. Если это крупный медицинский центр, то у него может стоять задача автоматизировать внутренние процессы, снизить нагрузку на администраторов, создать единую базу клиники. Если это медицинское учреждение, которое оказывает услуги по медицинскому страхованию, то также бывают проверки прокуратуры на соответствие сайта требованиям федеральных законов или приказов Минздрава. То есть различные сценарии, различные задачи, но они у каждого уникальные. Также это может быть повышение престижа клиники, повышение стоимости бренда. И когда мы говорим о создании нового сайта или о развитии существующего проекта, то мы четко должны выделить свои бизнес-задачи, определить свое уникальное приложение. А у каждой медицинской организации оно есть, потому что есть прекрасные специалисты, врачи и услуги, которые это медицинское учреждение оказывает. Конечно, всегда мы смотрим на конкурентов, на уже существующие проекты, но не стоит их слепо копировать, потому что можно в результате этого копирования не попасть в свои бизнес-цели, а также еще и скопировать ошибки. Но поскольку бизнес-задачи клиники – это одна сторона медали, есть и другая сторона. Решаем мы свои бизнес-задачи, решая проблемы конечного пользователя сайта, то есть пациента. И таким образом для него сайт – это инструмент решения проблем пользователя. Ему вряд ли будет интересно повышение стоимости бренда или привлечение дополнительных клиентов. Пациенту важно получить доступ к информации в комфортных условиях и сэкономить время на решение каких-то простых организационных вопросов. Поэтому при создании проекта первое, с чего мы начинаем – это выделяем свою целевую аудиторию. А поскольку у нас сайтом пользуются и врачи, и пациенты, то мы уже видим сразу, что у нас две большие группы, две большие целевых аудитории, у которых совершенно принципиально разные задачи. Это пациенты, для которых важно получить комфортные условия, быстрый доступ к информации, информация об услугах, противопоказания, показания, как попасть на прием врачу, нужна ли какая-то дополнительная диагностика. Все это должно быть компактно. Также часто используют такие разделы, как часто задаваем вопросы, чтобы пациент, когда он ищет клинику, ищет врача, а действительно тема здоровья в нашей жизни – это очень важная тема, и все, что мы ищем, мы ищем через интернет. И если стоит задача повысить качество обслуживания, качество своего лечения, то, конечно, чем больше информации сразу пациент получит, тем больше шансов придет именно ваше медицинское учреждение. Важно также, что мы об этом чуть позже поговорим, чтобы сайты корректно открывались, не создавали никаких проблем по безопасности, и таким образом пациент смог бы сэкономить время на решение организационных вопросов. Но даже аудитория пациентов, она тоже делится на свои подгруппы. Есть медицинские учреждения, которые работают в дорогом сегменте, есть медицинские учреждения, которые работают в более низком сегменте. И здесь также будут свои бизнес-задачи, свои особенности. При создании материалов для сайта, я думаю, что во втором докладе Михаил нам более подробно про это расскажет, я долго на этом не буду останавливаться, то, конечно, мы должны учитывать все требования данных групп аудиторий. И даже рекомендую делать персонажи. Международные практики при планировании сайта рекомендуют делать персонажи, давать им имена и давать требования. У меня был такой опыт при создании сайта стоматологической клиники, когда для описания услуги металлокерамических коронок мы создали трех персонажей – Марию, Лидию и Ивана. Мария была домохозяйкой, которой задача стояла покрасоваться перед подругами, перед мужем. А Лидия была бизнес-леди, она должна была всегда выглядеть на высоте, у нее было много переговоров. А Иван – это был артист, который всегда был на экране, и, соответственно, у него повышенные требования к эстетике. Для Марии, которая была домохозяйкой, важно было, чтобы просто получить красивую улыбку, и при этом все было безболезненно, ни больно, ни страшно. Для Лидии, кто у нас бизнес-леди была, ей важно было не просто получить красивую улыбку, а получить качественную услугу, чтобы это было надежно, это долго служило. А Ивану важно было получить какой-то уникальный оттенок, который получают часто с помощью циркониевых коронок, поскольку он артист, и у него более высокие требования. И таким образом на странице появились информации о том, что лечение безболезненно, о том, что надежно, какие технологии используются, и о вариации различных оттенок и возможностей. Вот таким образом всегда стоит задуматься о том, что и как мы показываем нашим клиентам, и какие у них вопросы. Также один из главных вопросов – это посмотреть расписание врачей. Вот эта страничка тоже очень важна, она всегда должна быть очень удобна. Вот пример странички с одного сайта, но мы видим, что это вордовский, скорее всего, документ, но пользоваться достаточно неудобно на веб-сайте, нужно прищуриваться, если особенно у кого зрение не очень хорошее, и тут выделить информацию. В принципе, можно, табличный вариант, но можно было сделать что-то поинтерактивнее, не хватает явно фильтра. Если мы представим, что в клинике у нас работает 300 врачей, то, наверное, расписание врача уже будет искать проблематично. Вторая группа аудитории – это врачи-администраторы. Для них важно снизить нагрузку на регистратуру, автоматизировать таким образом электронную очередь, запись на прием, создать единую базу клиники, если это филиалы, то есть, например, даже если есть колл-центр, то звонит пациент и хочет записаться в определенную клинику, и администратора, если единая база, он очень быстро найдет занятость того или иного врача, быстро все подскажет, а если это несколько баз, и он прыгает с одной вкладки на другую, и, конечно, скорость работы, эффективность работы будет падать. Ну и что еще важно? Конечно, это простое управление сайтом. Поскольку проект, раз его уже создали, его нужно поддерживать, его нужно активно развивать, то необходимо, чтобы контент-менеджеры, контент-редакторы, кто заботится о наполнении и разделов новостных, объявлений, информации о враче, об услугах, чтобы им просто и удобно было работать с контентом, и чтобы на ходу зачастую они внести оперативно могли те или иные изменения. И также хотелось бы облегчить работу врача, чтобы он не взрывался в бумаге, как мы видим это на фотографии, а спокойно лечил пациентов и таким образом оказывал эффективную медицинскую помощь. Есть прекрасная книга «Стива Круга», не заставляйте меня думать, она как раз про интерфейсы, про взаимодействие между пользователем и сайтом. Рекомендую ее прочесть, там основы, можно сказать, сайтостроения, и можно очень с помощью этой книги быстро понять, на какие вещи стоит обратить внимание, когда вы будете заказывать свой проект у подрядчиков, какие есть нюансы, тонкости при создании сайтов и что, собственно, можно требовать, чтобы получить именно тот самый эффективный маркетинговый инструмент. Чай на полке в аптечке в банке с кокао с надписью «Соль» это не какая-то непонятная фраза, это фраза из анекдота, когда муж спрашивает жену, «Дорогая, я не могу найти чай, на что жена ему отвечает, какой же ты недогадливый? Чай на полке в аптечке в банке с кокао с надписью «Соль». А вот зачастую так иногда выглядят наши интернет-проекты, конечно, этого быть не должно. И также пример вида оказываемых услуг одной из больниц. Ну, наверное, по этому тексту понять что-либо просто маловозможно. Но если это больница, мы все понимаем, что у нее есть амбулаторная помощь, стационарная, но хотелось бы больше деталей, больше информации, больше того, как попасть, в какой режим работы и так далее. Поэтому, конечно, как можно больше информации нужно давать на сайте об оборудовании и все, что так или иначе связано с клиникой и услугой. И если есть акции, какие-то скидки, также об этом нужно активно информировать своих пациентов. Но также помните про аудиторию. Вот если, например, здесь мы видим баннер, написана «Любая консультация бесплатно», то из той клиники, для которой я создавала когда-то сайт, была интересная история. У клиники было 20 новых диапазонов, недорогое лечение терапия и более высокие протезирование имплантации. Бесплатные консультации, когда их предлагали на терапию, очень радовали пациентов, они были довольны, их это устраивало как дополнительный бонус. А вот для дорогой металлокерамики имплантации пациентов вызывало недоумение, они не понимали, как так бесплатно, значит, скорее всего, какой-то подвох. То есть тоже об этом важно помнить про аудиторию. Ну и, конечно, поскольку медицинские термины очень часто непонятны для пользователей, то контент должен быть понятным. Мы должны говорить с пользователем на его языке. Индодонтия, парадонтология, ортопантомограмма – все это прекрасно. Врачи прекрасно эти термины знают, но когда у человека болит зуб или десна, вряд ли он будет думать, что ему нужна эндодонтия. Он скорее поймет, что ему нужно либо лечить зубной канал, либо лечить десну, либо просто сделать снимок всех зубов. И страшные картинки – это то, что часто может отпугнуть пациента. Они уже сейчас меньше стали встречаться. Слава Богу, что постепенно все стали задумываться над изображениями на своих сайтах, но тем не менее еще встречается, когда мы видим прекрасную работу врача до лечения. После лечения за ней стоит огромный труд, прекрасная эстетика, но пациент просто таких картинок испугается, закроет страничку и идет с сайта. Лучше давать более щадящие, нейтральные изображения, которые демонстрируют возможность тех или иных методик лечения. Но кроме понятного контента, правильной структуры страниц, есть еще и всевозможные технологии, которые позволяют сделать сервисы интерактивными, обеспечить взаимодействие между пациентом и врачом более плотное. Это могут быть и карты филиалов, если это центр, и необходимо создать выбор клиники на карты. Это может быть и онлайн-запись на прием, это могут быть мобильные версии приложения, подробнее мы обо всем этом чуть позже поговорим, и другие сервисы. Про это тоже не стоит забывать. Пример записи на прием к врачу, и мы видим, что сервис интерактивный, он действительно нужный, но тут очень много цветовых решений, каких-то подсказок. Нужно все время держать в памяти, что выделено зеленым, желтым или красным. И не сразу понятно, куда нажимать и что выбирать. Более того, для людей, страдающих дельтонизмом, может быть сложно понять и определить цвета. Об этом тоже нужно помнить и обращать на это внимание при проектировании сервиса. Еще одна тема – это мобильность. Это современный тренд. Кроме того, все эти прекрасные сервисы и наши прекрасные созданные страницы должны корректно открываться на мобильных устройствах. 2013 год был переломный год по продаже мобильных устройств, когда продажи смартфонов превысили продажи ноутбуков и стационарных компьютеров. Это означает, что все больше и больше увеличится доля мобильных интернет-пользователей, и уже поисковые системы также обращают на это огромное внимание. С 21 апреля компания Google объявила о том, что она пессимизирует сайты в мобильной выдаче. Это означает, что если основная аудитория ваших клиентов приходит с мобильных устройств, и у вас при этом нет мобильной версии, то потенциальный посетитель ваш сайт просто не увидит, если будет заходить все смартфоны. Но даже если мы создадим прекрасные сервисы, они будут работать на всех устройствах современных, но возникнет другая проблема, сайт будет долго грузиться, то он также будет терять большое количество посетителей. И часто я думаю, что вы сталкивались с такой ситуацией, когда друзья или знакомые прислали ссылку на какой-то интересный товар, который вы хотели купить, вы открываете ссылку, сайт не грузится, крутятся колесики, ничего не происходит. Конечно, такая ситуация никого не устроит, и посетитель, скорее всего, сайт закроет и пойдет искать где-то еще. Поэтому перед запуском проекта, конечно, нужно все досконально проверить. Но и чего точно не должно быть, это информация о том, что веб-страница заражена или атакована. Об этом важный тоже момент, момент безопасности, особенно если медицинские организации работают с персональными данными. Поэтому при создании проекта, при выборе платформы, вопрос, наверное, номер один, помимо всех интерактивных сервисов, мобильности, безопасность, чтобы проект был защищен от любых сетевых угроз. И еще одно требование, которое также актуально на сегодняшний день, это соответствие законодательству. Есть федеральные законы, которые так или иначе регламентируют создание сайтов, но единого закона пока еще нет, но есть приказ Минздрава, который вышел в конце прошлого года, об информации, необходимой для проведения независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями и требования к содержанию в форме представления информации о деятельности медицинских организаций, размещенных на официальных сайтах. Я дальше уже название не стала даже читать и писать, оно очень длинное, но суть этого приказа в том, что там даны основные разделы, информационные страницы, которые обязательно должны быть на сайте, которые несут важную информацию о медицинском учреждении. Поэтому стоит посмотреть на этот приказ, посмотреть на свой проект и проверить, все ли соответствует данным требованиям. Ну и подводя итог, резюмируя, что такое эффективный сайт, это удобный интерфейс и понятный контент, это доступность любых устройств, это высокая производительность и безопасность, и соответствие законодательства. Если мы все это выполним, то он действительно будет эффективным маркетингом инструментом и действительно будет приносить пользу для развития бизнеса в целом. Как сделать сайт эффективным? Тоже еще раз подводя итог. Ставим бизнес-задачи свои уникальные, изучаем проблемы пользователей, составляем основные сценарии. Вот этот пункт часто пропускают и не хотят делать. Давайте сейчас быстренько что-нибудь запустим, создадим, потом будем разбираться. Не стоит лучше подетально все расписать, что хочет пациент, записаться на прием, узнать график работы врача, получить какую-то справку, получить результаты анализа. Все эти сценарии составлены, с этими сценариями уже приходите к разработчикам, и на основе этих сценариев уже получатся те эффективные интерфейсы, о которых мы чуть позже тоже будем говорить. После того, как мы сайт созданы, желательно его тоже протестировать на реальных пользователях, даже если нет денег на какую-то дорогостоящую заказное тестирование, можно просто протестировать на друзей своих знакомых, подобрав ту или иную группу целевой аудитории, поскольку так или иначе все мы являемся пациентами. Ну и, конечно, проверяем качество и скорость работы. Мы поговорили об эффективном сайте, и в начале про возможности платформы. Один из битриксов возникает еще один вопрос. Раз есть платформа, на которой можно создать любой проект, то зачем тогда готовые решения? Но при создании сайта, как мы уже поняли, возникает очень много вопросов. Какие сервисы, какие разделы, какие нужны материалы, каким должен быть дизайн и как найти команду разработчиков? И возникает зачастую дилемма. Если есть задача запустить проект быстро, с минимальными затратами, то здесь, скорее всего, конечно, подойдет готовое решение, потому что оно содержит достаточно большой функционал, и скорость внедрения может составлять 1-2 недели. Зависит, конечно, от масштабов проекта. Если это проект региона, то там внедрение, конечно, будет дольше. На разработку с нуля подобного проекта потребуется 4-6 месяцев, и цена, естественно, будет в разы дороже. Поэтому тоже всегда следует проанализировать, какие мы ставим задачи и цели. Если особенно это первый старт, и еще медицинское учреждение только развивается, то можно начинать как раз с готовых решений, или если есть жесткие условия по ограничению бюджета. Тем более, наверное, это актуально в условиях кризиса, но и также может быть актуально в условиях импертозамещения, поскольку платформа 1SBitrix – это отечественная разработка, и вполне может заменить различные open-source типа Drupal, WordPress и так далее. Почему мы решили сделать готовое решение? Поскольку мы часто общаемся с клиентами нашими, нам всегда важна обратная связь, то мы пришли к такому выводу, что 95% задач медицинских сайтов, они абсолютно стандартные, легко типизируются. И только 5% – это специфические проекты с уникальными задачами и бизнес-логикой. Поэтому в нашей линейке появилось готовое решение для создания сайта медицинской организации. И теперь мы плавно переходим уже к рассмотрению возможностей готового решения, сервисов, какие входит в состав, и также продолжим уже на практике применять те рекомендации, которые мы говорили о создании эффективного сайта. Для кого это решение подходит? Оно подходит для взрослых и детских поликлиник, городских и районных больниц, медцентров, коммерческих клиник, сетевых клиниках. Даже можно на нем развернуть региональный портал, где задействовано большое количество медицинских учреждений. Чуть позже на портале я остановлюсь. Сейчас мы посмотрим возможности и преимущества этого решения. Преимущества решения следующие. Это готовые онлайн-сервисы, готовая структура, готовые разделы сайта, готовый демо-контент. То есть решение уже готово к запуску. Оно соответствует требования законодательства и имеет сертификат в стэк. В решении есть и мобильная версия. В скором времени у нас появится и мобильное приложение. И также система управления сайтом достаточно проста в эксплуатации. Можно быстро и оперативно вносить те или иные изменения в контент. Я не буду перечислять все законы. Они сейчас на слайде перед вами. Но все мы их учитывали при разработке и создании нашего готового решения. Давайте более подробно теперь поговорим про готовые онлайн-сервисы для пациента. В решении включены следующие сервисы. Это интерактивная карта филиалов, онлайн-запись, видеоконсультация, оплата на сайте и личный кабинет. Зачастую, когда клиника имеет сеть филиалов или медицинское учреждение имеет несколько корпусов, разнесенных по городу в разных концах города, или имеет сеть уже клиник в разных городах, и, конечно, здесь на помощь приходит карта, на которой всегда удобно выбрать ту или иную клинику, посмотреть детальную информацию о клинике, можно показывать клиники по категориям, можно прокладывать маршруты. И также, кроме того, мы используем в решении наше готовое решение. Еще одно – это модуль карт. На него есть подробная документация и много настроек. Мы вынесли именно в административную часть. Любой контент-менеджер, не обладая специальными навыками программирования, может легко и просто настроить модуль карт, изменить высоту карты, задать маркеры, то есть оформить ее в соответствии со своим стилем дизайна. Онлайн-регистратура – это сервис, наверное, без которого сложно представить современный интернет-проект, и который набирает все больше и больше популярности, также необходим для снижения нагрузки на администраторов. Клинику можно выбрать на карте, это первый шаг записи на прием. Можно записаться к специалисту, к уже любимому и известному врачу или на конкретную услугу. Все эти три сценария доступны с одного экрана, что делает достаточно компактный и простой шаг записи на прием. То есть врача можно найти с помощью фильтра, а услугу также с помощью фильтра, или выбрать ее из рубрикатора. Компактное расписание врачей на одном экране по заданной услуге или по заданной специальности. Можно посмотреть все талоны врача, можно посмотреть всплывающие подсказки, то, на какую услугу мы записываемся, на какое время. Есть поддержка различных типов записи. Запись по талонам, живая очередь, запись за период, утро, день, вечер и так далее. То есть различные возможности. И также последний шаг записи – это контактные информации, и мы получаем талон. Чуть позже я перейду уже на развернутый, на тесте сайт, и мы там с вами запишемся и посмотрим, как все это работает. Есть личный кабинет пациента, где можно посмотреть назначенные талоны, возможно, отменить запись, можно вернуть, если ее еще не успели занять. Можно задать обращение, задать вопрос, посмотреть перечень заказанных услуг, и услуг все, что уже оказывались. И также все, и сервис онлайн-записи, личный кабинет доступный на мобильной версии сайта. Таким образом выглядит экран с поиском талона. И сейчас мы уже возвращаемся к нашему тесту. Перед вами, собственно, сайт, как он выглядит уже после установки, с помощью мастера установки. Мы видим, что есть готовая структура, есть готовое меню, готовые разделы, раздел о клинике, раздел, например, о специалистах, где мы можем посмотреть тех или иных врачей, каталог услуг, в котором предусмотрен фильтр. Допустим, нас интересует консультация, и мы с помощью фильтра быстро сможем найти нужную нам услугу. Если услуг много, то мы предусмотрели также сворачивание и разворачивание подпунктов, чтобы не перегружать экран для пользователя. Также есть информация о цене. Цена понятна условно, это у нас тест. А так, таким образом, пользователь может сразу получить всю информацию об услуге. И есть детальная страничка услуги, то есть мы видим описание, что она из себя представляет, стоимость специалистов, которые оказывают эту услугу, и клиники, которые оказывают данную услугу. И если мы уже, например, знаем врачей, или нас устраивает клиника, мы сразу можем перейти в мастер записи на второй шаг и попробовать записаться на прием к врачу. Мы видим также, что все врачи на одном экране, то, о чем я говорила. Можно навести, посмотреть, куда мы записались, выбрать талончик. Можно свернуть, развернуть талоны. Это также для удобства сделано, если талонов очень много, чтобы не перегружать экран. И мы видим, что здесь разные записи, есть по записи, то есть это предварительная запись. Есть талоны, которые доступны, и мы выбрали талончик и идем записываемся. Вводим контактные данные. Капчу ее можно отключать, просто мы ее привели, и показываем, что она у нас есть. И таким образом мы сейчас запишемся на прием. Мы получили талончик, и мы можем посмотреть этот талон в личном кабинете. У нас есть мобильная версия сайта. Сейчас я представлю, сверну немножко ее, представлю, что у меня мобильное устройство. Ровно такой же сайт. Мы видели разделы о клинике. Там объявления. Но уже совершенно другая организация экранов именно под мобильное устройство. И, допустим, запись на прием. также мы можем выбрать клинику на карте. почитать про нее информацию. Можно проложить маршрут. посмотреть, как к ней доехать. Можно выбрать другую клинику или посмотреть, какие специалисты принимают. или если мы уже знаем врача, мы также можем, например, записаться к врачу. Но мы видим, какие услуги он оказывает. То есть вся подробная информация. И также те же талончики, ровно такие же, какие мы сейчас видели на основной версии. Есть и на мобильной, они доступны. Мы также вводим контактные данные. И записываемся на прием. Получаем талончик, проверяем, все ли корректно. И переходим в личный кабинет, где мы можем посмотреть наши талоны. Здесь единственное, еще другой пользователь. Но я сейчас личный кабинет открою на другом тесте. И мы там посмотрим талончики. То есть достаточно все понятно, просто. И также мы сейчас с вами эту мобильную версию еще проверим и в сервисе Google. и убедимся, что она соответствует всем требованиям. Мы видим наш личный кабинет, видим, просто на предыдущем тесте, к сожалению, я не помню пользователя, под которым можно было посмотреть. Поэтому перешли на другой тест. Мы видим талончик, мы можем его отменить, а можем и его не отменять. Статус у нас сейчас в обработке, но после того, как администратор подтвердит, что действительно запись у нас действительно, у нас появится статус заказа. Также, если есть в клинике медицинские информационные системы, то у нас по умолчанию есть интеграция с медицинской информационной системой 1С Медицина, поликлиника или больница. И при записи сайта уходит запрос в медицинскую информационную систему и тут же приходит от нее ответ или подтверждение. Если такой системы нет, то уже тогда статусы вручную меняет администратор. Вот таким образом устроено готовое решение. Можно вернуться на полную версию и посмотреть на правку тех или иных разделов. У нас есть вверху серая плашка, это административная панель, есть две вкладки сайта администрирования, но зачастую иногда на лету нужно, например, отредактировать новости или добавить что-то. Допустим, добавить объявление. И часто хочется сделать это прямо на лету, не уходя в какие-то специальные окна. Немножко у нас не очень сильно видим интернет-соединение, немножко дольше гружится, чем нужно. Ну, допустим, мы с вами сделаем объявление, что будет акция на лечение зубов с 1 по 31 августа. начало активности мы поставим. Можно и вчера поставить. окончание мы зададим также, поскольку акция у нас действует до 31 августа, то окончание мы поставим 1 сентября и сохраним. Не введено название. Ага. Акция на лечение зубов. Система нам подсказала, что мы допустили ошибку и не ввели название. Теперь все в порядке, название мы ввели. И тут же на сайте все обновилось, мы увидим нашу акцию, что действуют скидки с 1 по 31 августа. То есть также можно достаточно любое объявление, любой раздел. Мы видим, что когда у нас включен режим правки, мы можем изменить область. У нас появляется такая серая плашечка с редактированием. Таким образом, на лету контент-менеджер может оперативно внести правки. Это тоже очень удобно и является большим плюсом и преимуществом системы. Вернемся к нашему функционалу мы продолжим знакомство с основными сервисами. Кроме записи на прием, есть еще видео консультации пациента на сайте с помощью протокола WebRTC. Сейчас активно развивается направление такое, как телемедицина. И, насколько мне известно, даже готовятся поправки в законодательство о том, чтобы разрешить данную услугу и сделать ее для удаленной диагностики, удаленных консультаций. Действительно, это удобно, когда пациент, например, находится на одолечивании, и ему необходимо сообщать, например, свои показания давления или температуру врачу. Не нужно бегать каждый день в поликлинику, стоять в очередях, а просто достаточно удобно созвониться комфортно, передать врачу нужную информацию, получить от него какие-то рекомендации. Таким образом, и врачу хорошо, что он спокоен, что пациент все сделал, и пациенту спокойно, что он не потратил большое количество силы и энергии на очереди, нервы и так далее. Также удобно для расшифровки диагностических исследований, когда, в принципе, не обязательно куда-то ехать, а можно также переслать диагностику и получить быстро квалифицированный ответ. Что позволяет, кроме этого, наша платформа? У нас есть встроенный мессенджер, который позволяет совершать не только видеозвонки, но и обвиниваться мгновенным сообщением, прикреплять файлы, организовывать чат из четырех участников, когда, например, врачу потребуется дополнительная консультация, может быть, какого-то другого специалиста, также его можно пригласить в чат, и при необходимости посмотреть историю звонков. Используем протокол WebRTC, он доступен в популярных браузерах Google, Mozilla, Opera, и большим плюсом является то, что не требуется установка дополнительных приложений. То есть пользователю не нужно ничего скачивать, думать о том, что какой-то ПО у него пойдет в конфликт с операционной системой или еще что-то может случиться. Прямо с сайта открывается этот мессенджер, и можно спокойно звонить и совершать звонки. У нас следующий вебинар как раз запланирован уже по детальным настройкам, где мы сегодня не будем ходить в админку и подробно останавливаться на том, что и как работает, как настраивать. Это будет тема отдельная следующего вебинара, где мы основной функционал прям пройдемся по разделам, по настройкам и покажем, как разворачивать сайт, как настраивать запись на прием, как настраивать админ с 1С, и также покажем и другие возможности, покажем звонки и оплату услуг на сайте. Сейчас зачастую тоже пользователю бывает ограничен во времени, и ему было бы удобно, например, не выходя из дома или с работы, оплатить конкретную услугу. Конечно, для этого у него уже должен быть заключен договор с клиникой на оказание тех или иных услуг, но после того, как все необходимые документы оформлены, выбрав любой удобный способ, это могут быть и карты, Яндекс.Деньги, робокасса, Киво, кошелек и так далее, он может достаточно просто совершать оплату, и также клинике удобно отслеживать всю историю оплат, вся история есть, и также в платформе интегрирован обмен с этими платежными системами, то есть не требуется дополнительных каких-то вложений в настройку по обмену этими данными. Можно управлять заказанными услугами в личном кабинете, также просматривать всю историю оплат, и это быстрые и безопасные платежи, поскольку, еще раз подчеркну, что у нас это входит в пакет платформы, и уже настроена интеграция с этими основными платежными системами. Информация о цене я уже показывала, что она есть на сайте, и статус эталона, как они тоже меняются. Если это платная услуга, то статус эталона сначала в обработке, потом он может получить статус подтверждено, и появится кнопочка «Оплатить». Это талончик в левом нижнем углу. После оплаты, соответственно, пациент уже придет на прием, и ему не нужно будет нигде стоять в очередях. То, о чем мы с вами еще говорили в первой части вебинара, это доступный сайт из любых устройств. Мы посмотрели, что решение имеет мобильную версию, и сейчас мы проверим, соответствует ли оно требованиям Гугла. Мы возьмем адрес сайта и откроем страничку сервиса Google для разработчиков на проверку сайта. Вы ровно так же можете проверить свой проект, и если вы поймете, что что-то не так, то нужно, конечно, уделить большое внимание на создание удобной мобильной версии. Сейчас разные направления бывают для создания мобильной версии. Это может быть отдельная версия, это может быть адаптивный шаблон дизайна, то есть который подстраивается в зависимости от устройств. В нашем решении мы используем отдельную мобильную версию, но принципиальной разницы для поисковых систем в этом нет. Об этом говорят и специалисты Гугла, и другие веб-специалисты. Важно просто, чтобы все сервисы были адаптированы под мобильные устройства. Мы видим, что у нас отлично прошла проверка в наше решение, таким образом мы спокойны за то, что у нас есть хорошая мобильная версия. Почему мы не делали адаптивный дизайн? Потому что у нас есть сервисы записи на прием, они очень уникальные и они очень не похожи. Основная версия для ноутбуков и компьютеров и мобильная версия. Можно, конечно, сделать адаптив, но это будет бриллиантовая разработка и бриллиантовая клиентская часть. Мы поэтому от этого пути отказались и просто сделали две версии. Если, например, сайт-визитка и там нет такого интерактивного сервиса, то там, конечно, адаптив. Он будет проще, он будет дешевле. Можно даже сделать с помощью фреймворков, с помощью бюст-трапа, и это будет еще больше, можно сократить стоимость бюджета на выпуск проекта. То есть, все время мы должны анализировать, что мы делаем, зачем делаем, почему, где мы можем снизить затраты, где, наоборот, не стоит экономить. Всегда это анализируем, как, наверное, бизнес-план, который мы пишем при открытии бизнеса. Как план напишем, так бизнес и поплывет. И как сайт создадим, как мы будем анализировать, подходить к этому проекту, так он будет работать, такую эффективность он и будет приносить. Вернемся к нашей презентации. Вот такой точный скрин мы с вами только что получили. И также мы посмотрели мобильную версию, которая содержит все основные разделы, то есть полностью повторяет основную версию сайта. Содержит также интерактивную карту филиалов, и запись на прием, и расписание врачей, и личный кабинет, и в принципе есть еще одну, и все другие сервисы. Есть еще одно устройство, это инфокиоски, которые сейчас стали также очень популярными, их устанавливают в холлах или на этажах, если это крупный медцентр, и они, конечно, помогают очень сильно снизить затрату на администраторов, и пациенту также удобно, что ему нужно стоять в очереди, он в любой момент подойдет к терминалу, запишется, и получит необходимую информацию. В интерфейсе реализован понятный пошаговый интерфейс записи, также поддерживаются два основных сценария на желаемую дату и на время к специалисту или на услугу, и запись конкретному врачу, то есть на желаемую дату, мы почему ввели этот сценарий, поскольку у клиники может быть большое количество врачей, а в некоторых существующих терминалах, которых мы смотрели, есть просто один сценарий, запись конкретному врачу, то есть выбрал врача, посмотрел, когда он работает, если это время не подходит, выбираем следующего врача. Это будет работать, если, например, в системе обязательного медицинского страхования, когда за пациентом закреплено один или два хирурга, два стоматолога, один терапевт, действительно можно смотреть расписание, проблем не возникнет. Но если это коммерческий медицинский центр, пациент пришел и хочет записаться, например, на прием к стоматологу, в клинике работают 50 стоматологов, он открывает первого врача, он не работает, например, в четверг, открывает второго, он тоже в четверг не работает, открывает третьего, и на третьем он, наверное, уйдет. А если он сразу выберет, допустим, четверг, время 6 часов, ему покажутся все врачи, которые принимают в этот день, и он вполне себе запишется на прием. Также организован поиск данных, есть печать талонов и можно управлять шагами записи, расписанием врачей через панель администрирования. То есть у нас единая база данных и в мобильной версии, и в инфокиоске, и на основной версии сайта, это вся одна и та же база данных, которая используется на сайте. Если есть еще обмен с медицинской информационной системой, значит, это единая база для двух систем. Можно выбрать клинику, специальность, и уже конкретно врача, выбрать время, можно скорректировать интервал приема и уже получить талончик. Сейчас мы также на этом тесте посмотрим. Есть требования определенные к инфокиоскам, они есть и в нашей документации, они есть и в презентации на слайде, и мы посмотрим, как у нас выглядит инфокиоск. Единственное, что я демонстрирую на компьютере, поэтому мне придется использовать клавиши «Ctrl», «Minus» и чуть уменьшить разрешение, поскольку разрешение ноутбука отличается от разрешения информационного киоска. и мы пройдемся по записи на прием, запишемся в косметологическую клинику на Арбате, выберем какую-то услугу. Мы выбрали услугу, и сейчас нам покажутся все врачи, которые по заданной услуге оказывают. Но мы теперь скорректируем дату приема. Мы выберем 3 сентября, четверг и, допустим, интервал в 6 часов. Данные нам показываются теперь только те врачи, которые принимают 3 сентября с 3 до 6. И, допустим, мы выберем какого-то доктора. Мы выбираем талончик, ввозим контактные данные и и нажимаем кнопку «Готово». Я сейчас специально не стала заполнять все поля, мы на тесте отключили проверку на заполнение всех полей. Таким образом, мы получаем талон. На любом шаге можно изменить, можно даже отменить услугу, выбрать какую-то другую и заново пройти этот шаг. Можно выбрать врача, скорректировать время и записаться уже на другой интервал, другую дату. То есть, пока талон не отправлен. Ну и также можно ли изменить личные данные, если, допустим, в данном случае мы что-то не ввели или забыли. Таким образом, мы попали на инфокиоск, у нас есть тест меддем 1SBitrix слэш-информат, вы также можете потом посмотреть этот тест, и он будет в вашей рассылке и спокойно походить по сайту. Все это есть в готовом решении, то есть, при установке сайта у нас будет и основная версия сайта, и мобильная версия сайта, и решение для инфокиоска. То есть, достаточно большой функционал, с нуля самим иногда нет бюджетов, нет времени, чтобы это разрабатывать, можно использовать готовое решение. Ну, конечно, захочется уникальный дизайн, захочется, может быть, другую структуру, это все можно сделать, и можно реализовать свой дизайн, но в любом случае затраты на разработку будут ниже, чем начинать совсем с нуля, писать мастер-записи, писать, настраивать видеоконсультации, мобильную версию, шаблоны, интерфейсы, сценария, то есть, достаточно большой объем работ будет. Также можно построить свою уникальную структуру, скрыть ненужные разделы, добавить свои разделы, по-другому как-то организовать главную страницу и так далее. То есть, это все возможно, платформа гибкая к разработкам, и у нас большое количество партнеров, как я и говорила в начале, которые могут помочь в реализации данных проектов. Мы поговорили о сервисах для пациента, и теперь посмотрим, чем сайт может быть полезен для администратора, как он может ему помочь, и какие задачи он может ему облегчить. Во-первых, это, конечно, управление загрузкой врачей, это настройка расписания, настройка расписания на несколько недель вперед или месяцев вперед, это автоматическое представление интервалов приема, привязка врача к разным подразделениям, иногда стоит такая задача, что врач одновременно принимает в разных клиниках, и мы должны это учесть и показать расписание и там, и там. При этом, когда пациент выбирает конкретного врача, и уже выбрана клиника, конечно, должен подказать расписание только в данной клинике. Ну и также можно отравлять врачу на почту его расписание с заданной периодичностью, можно настраивать пуш-уведомления для пациентов, когда они записались, им пришла СМС-ка, накануне, перед приемом, на понимание, то есть все, что угодно можно делать для того, чтобы создать более комфортное обслуживание, более высокий уровень сервиса. И таким образом это все автоматизировано, то есть не нужно ничего глобально дополнительно разрабатывать. Также интеграция с медицинскими информационными системами. У нас есть в коробку входят готовые решения, как я уже говорила, есть документированное руководство по настройкам, есть описание формата обмена данными, в данном случае мы используем МЭДМЛ, но также сейчас смотрим и думаем в сторону поддержки формата HL7. Клинике удобно, если уже есть информационная система 1С и устанавливается сайт, настраивается обмен и таким образом даже врачи могут жить в медицинской информационной системе, пациенты живут в зоне сайта, там записываются, а врач у себя в миссии сразу видит все занятости и загрузку. Таким образом создается единое информационное пространство и мы решаем задачу автоматизации. Есть еще один сервис, которым чуть позже тоже скажу, это уже внутренний портал для работы клиники, сервис B324, который тоже в эту связку может как-то встроиться и создать более комфортную среду для работы врача. Управление оплатой, то, что я говорила, пациентам удобно выбирать способ оплаты, то администраторам клиники не стоит тратить много сил на подключение платежных систем, поскольку все это интегрировано в коробке, в редакции бизнес. Можно также управлять маркетинговыми инструментами, задавать различные скидки, акции, подарки, отслеживать все заказы и таким образом автоматизировать процесс работы с оплатой. и то, чем еще пользуются администраторы, это как раз редактирование, внесение информации, но и также у нас простой, понятный мастер создания сайта. Перед установкой появляются такие экраны с шагами, собственно, начинается установка. Вводится лицензионный ключ продукта, который приходит после покупки лицензии, выбирается цветовая схема оформления, вводятся контактные данные, которые отобразятся в шапке, и в результате мы получаем готовый сайт, который только что мы с вами сейчас видели. Информация о контактах, то есть все, все, все есть. И, собственно, доступна административная панель и все настройки возможностей. Есть визуальный редактор для тех, кто совсем не знаком с HTML-разметкой, то просто как в Варде можно редактировать тексты на лету, добавлять картинки, вставлять ссылки. Те, кто имеет более глубокие навыки, он работает в режиме HTML-редактора, то есть доступны разные возможности. И еще одним большим преимуществом нашей системы является, что можно разграничать права доступа к контенту. Например, если за наполнение новостей отвечает один специалист, а за введение информации о врачах, заполнение записи и другой, то можно вполне разграничить им права, и таким образом они не будут пересекаться, они не будут видеть те разделы, которые им не нужны. И также, если речь уже идет о нескольких клиниках, чтобы каждая клиника видела только свои разделы и имела доступ только к своим разделам. Также и врачи имели доступ только к своему расписанию. Все это можно разграничить и гибко управлять правами. Что еще есть в готовом решении? Здесь уже дальше я буду говорить о возможностях платформы один из Bittrex. Конечно, это производительность и безопасность. То есть мы должны обеспечить быструю скорость загрузки, мы должны обеспечить высокие нагрузки, если проект высоконагруженный. Гибкость кода к доработкам в платформе имеется, можно все что угодно дорабатывать, и платформа имеет встроенную защиту от вирусов в сетевых атаках, а также есть компания оказывает техподдержку. Каким образом мы можем повысить скорость загрузки страниц? У нас есть такая технология композитный сайт, может быть, я думаю, что многие знакомые слышали, которая позволяет повысить отклик сайта в 100 раз быстрее, чтобы грузилась страничка, и таким образом повысить ранжирование сайта в поисковых системах. В итоге мы повысим конверсию, и таким образом привлечем больше пациентов и будем решать свои бизнес-задачи. Каким образом это все работает? То есть выделяются, есть страницы с динамическими областями, динамическим контентом, который постоянно меняется, подгружается. Так вот, сделается специальная разметка в административной части сайта, у нас есть специальные курсы для разработчиков о том, как это делать. И пользователю при запросе отдается сначала HTML-страничка статическая, динамические данные незаметно с помощью Аякса подгружается. Таким образом пользователь всегда мгновенно откроет страничку. И не будет ситуации, когда вы открываете страницу, а у вас, например, там часть загрузилась, часть еще грузится, стоит в очереди и, в принципе, со страницей ничего невозможно сделать, просмотреть ее невозможно, работать невозможно и непонятно, что будет дальше, загрузится она в итоге или нет. Но одна технология позволяет у нас повысить скорость сайта, а вторая технология позволяет замерить скорость сайта. Есть специальный модуль скорость сайта, который как раз показывает о том, как же открывается наша страница. Есть даже наглядная шкала с цветовыми градациями, быстро, небыстро, медленно, очень медленно. Даже существующий проект, если он на Битрексе, вы можете подключить этот сервис и посмотреть, все ли корректно с вашими страничками, хорошо ли они открываются, нет ли каких-то проблем. Там, также в этом сервисе есть рекомендации, причины долгой загрузки. То есть, например, к нам обратились один раз клиенты с жаловами, что вот у них главная страница, после четырех часов работы или нескольких часов работы у них врубается браузер и как так, и что же такое в платформе, что так она нестабильно работает. Мы провели диагностику и увидели, что в футере у клиента был зацикленный скрипт с баннерами партнеров. Поскольку партнеров там было порядка двухсот, они постоянно генерились и генерились и, конечно, браузер вырубался. Просто такое количество запросов отдать уже невозможно было. Мы написали об этом клиенту. Клиент, конечно, хорошо спросил, наверное, со своих разработчиков. После этого поправили скрипт, поправили слайдер и прекрасно сайт заработал, никаких проблем с главной не наблюдались. Проект был достаточно высоко нагруженный, то есть масштабный и ситуация, конечно, возникла не очень хорошая. Вот здесь как раз помог этот сервис, с помощью которого очень быстро нашли проблемы. Но, конечно, наши разработчики они и так бы нашли без сервиса, они сразу полезли в код, но не всегда в штате могут быть такие высококвалифицированные специалисты, поэтому этот сервис как раз облегчает задачи и дает возможности самому клиенту просто прям посмотреть, все ли хорошо с проектом. Безопасности модуль проактивной защиты. Он настроен к платформу, он содержит в себя различные технологии, это и защита от фишинга, шифрования данных, веб-антивирус, проактивный фильтр защиты. Эти технологии постоянно развиваются, поддерживаются, постоянно выходят обновления по модулю и таким образом одним из преимуществ платформы 1SBitrix является, что она надежно защищена. Ломать ее действительно достаточно сложно и это также является большим преимуществом при создании проекта. Облачный бэкап это функция, которая также включена в платформу, она позволяет создать резервное копирование. Про это часто забывают и говорят зачем нам бэкап, да, потом сделаем и стандартная ситуация. Про бэкап вспоминают и начинают его делать после того, как все упало неожиданно или недоступен, например, как дата-центр, проект находится в одном дата-центре, там проблемы, сайт недоступен, все, бэкапа нету, ничего нету и приехали. И потом все вспоминают, потом начинаются там шумы и крики и после этого разворачивают запасную среду, делают бэкапы, все прекрасно, но прежде чем начать делать, обычно что-то должно рухнуть. Конечно, не стоит за этого затягивать, поэтому заранее делаем все бэкапы, мало ли что может случиться. И если особенно это крупные медицинские центры, крупные высоконагруженные проекты, то там не просто бэкапы, там обязательно резервная среда, разные дата-центры, схемы переключения, синхронизации данных, то есть обязательно серьезно подходить к таким проектам и не допускать каких-то нестандартных и не очень хороших ситуаций. Система обновления у нас все и платформы, и готовые решения доступны через систему обновления. Устанавливаться достаточно просто, не требуются какие-то очень большие квалификационные ресурсы, но тем не менее все обновления нужно также устанавливать сначала на бэкапах, особенно если была произведена кастомизация, то есть изменены шаблоны или какие-то делались доработки, не ставим обновления на боевые проекты, дабы что-то случайно вдруг не сломалось. Бывает так, что разработчики даже умудряются залезать в ядро, что-то там менять, а после накатывания обновлений поступают жалобы, что как так, все не работает, а в итоге сами куда-то полезны и не совсем туда. Поэтому тоже про это помним и подходим вдумчиво ко всем обновлениям. Есть еще один сервис «Монитор качества». Это инструмент для проверки качества выполненного проекта. Перед сдачей его заказчику его обязательно должны делать разработчики, но и также вы должны всегда это просить, если вы заказываете у кого-то проект, а не своя команда, чтобы вам сдавали по монитору качества. Он помимо скорости также подскажет, есть ли проблемы. Если что-то не так на сайте некорректно, то проблемы с хостингом, с кодом, еще с чем-то. И здесь включены в себя различные автотесты, таким образом вы тоже сможете обезопасить себя перед запуском проекта и быть спокойно, уверены, что действительно раз «Монитор качества» прошли, то значит уже с проектом все в порядке. Он также встроен в систему и входит в состав всех редакций. Если есть какие-то вопросы по работе системы, какие-то технологические вопросы, что-то не получается, то всегда можно обратиться в техподдержку, направить вопрос, создать обращение и с вами свяжутся разработчики и ответят. Если стоит задача повысить квалификацию своих специалистов, то у нас есть учебные онлайн-курсы для пользователей и есть сертифицированные учебные центры, есть курсы для контент-менеджеров, для разработчиков различного уровня сложности, то есть всегда рады приглашаем вас для наших курсов, если есть в этом потребность. Мы посмотрели, что такое эффективный сайт, как его создать, посмотрели готовое решение. Вот если мы готовое решение поставили, все развернули, все настроили, все проверили, единственное, что нам еще останется, это заменить демо-контент. Но, естественно, проект не стоит на месте, всегда появляются те или иные запросы, нужно что-то модифицировать, можно всегда развивать и создавать, и также можно обращаться к нашим партнерам. Есть еще у нас один сервис, это Marketplace, где наши партнеры уже продают готовые такие же решения, например, звонки с сайта, калькулятор стоимости или еще что-то другое полезное. Можно посмотреть какие-то решения, которые могут украсть ваш проект и таким образом тоже повысить эффективность проекта. И теперь несколько слов о лицензии. Решение доступно, готовое решение в Marketplace. Возможно выбрать версию платформы в зависимости от потребностей. Есть простые переходы между редакциями, базовые редакции расширены, сейчас я скажу, что в них ходит и в чем особенности, есть подробная документация. Базовые функционалы себя включают просто сайт-визитку без интерактивных сервисов, то есть без записи на прием, без инфекиоска, без видеозвонков и без оплаты. Стоимость лицензии у нас сейчас акции с 1 по 31 августа и стоимость лицензии от 19 272 рубля и выше. Старт это самая младшая редакция, мы все-таки рекомендуем делать проекты на стандарте, поскольку туда включена проактивная защита и модуль безопасности. Расширенная версия у нас делится тоже на включая себя, то есть расширенная версия доступна для двух редакций, это эксперт и бизнес. Видео консультации и оплата услуг на сайт доступна в редакции бизнес, поскольку там функционал интернет-магазина. на эксперте доступна онлайн-запись и инфокиоск. И онлайн-запись и инфокиоск также доступны на бизнесе, то есть на бизнесе это максимально возможный функционал готового решения. И здесь, конечно, еще важно вот что учитывать, учитывать архитектуру проекта. Если это сайт-визитка, все понятно, берем стандарт и создаем сайт-клиники. Если это уже сетевая клиника, то, наверное, скорее всего, подойдет расширенная версия. Можно на эксперте, где есть уже карта, есть онлайн-сервисы. Если это несколько клиник, мы также можем построить на эксперте для них портал, но можем и уже создавать сайты-визитки и перейти на более старшую редакцию, то есть на редакцию бизнеса, создать главной сайт на бизнесе, а подсайты, сайты-визитки клиник создать, например, на редакциях стандарта и купить расширение на неограниченное количество лицензий. Таким образом, уже построить некий медицинский портальчик. Основная запись и все сервисы будут на главном сайте на бизнесе, а просто новостная информация, контактная информация, расписание врачей, у каждой клиники будет свой подсайтик и своя информация. Но если проект более масштабный, требуются высокие нагрузки, если это портал региона, если там больше 100 клиник, еще эти клиники делятся по категориям, то можно использовать самую дорогую редакцию, редакцию Enterprise, где есть контроллер сайтов, чтобы управлять и легче администрировать все подсайты, передавать, экспортировать данные, то можно головной сайт уже делать на интерпрайзе, а подсайты также визитки делать на стандарте. Но при этом мы также рекомендуем, если это какая-то большая схема клиник, не вешать все сайты клиник на один сервер, а делать на различных серверах. Например, на одном сервере поликлиники, на другом больницы, на третьем детские больницы. Таким образом у вас будут распределены нагрузки, у вас будет хорошая схема, устойчивая, надежная, и, в общем-то, таким образом мы можем создать медицинский портал региона. Акции у нас, еще раз повторюсь, действуют с 1 по 31 августа, не только на готовые решения, но и на все решения компании 1С Битрикс, то есть на платформу, на Битрикс24, и также в маркетплейсе сейчас тоже скидки на решения наших партнеров, можете тоже посмотреть, может быть, что-то удастся купить по выгодной цене. Какие планы у нас на осень? У нас редизайн, новая структура соответствия приказа Минздрава, здесь я не дописала, но я этот слайд поправлю, версия для лиц с ограниченными возможностями здоровья, поскольку этой версии не было в сайте медицинской организации, но давно ее просили, мы сами понимаем, что обязательно нужно помнить о тех людях, у которых есть ограничения, и поэтому мы эту версию сделали, эту версию также требует приказ Минздрава. Будут цветовые схемы оформления, удобное рабочее место врача, мы немножко поработаем над этим сервисом, который доступен с сайта, и сделаем попроще экрана. Но пока что это еще не принятый дизайн, но это уже почти готовый, то есть мы облегчили стили, облегчили страницы, и представим вам новый дизайн осенью. Ориентировочный срок выпуска у нас этого релиза это ноябрь месяц, и также будет мобильное приложение доступно, то есть тот запись на прием, который вы видели, он будет доступен в мобильном приложении, вопрос-ответ, краткая информация о клинике это для тех медицинских организаций, которые хотят общаться с пациентом путем приложения, это действительно удобно, и такая возможность также осенью у них появится. И еще один продукт, я не буду долго на нем останавливаться, это тоже тема отдельного вебинара, у нас уже был вебинар Битрис 24 для медицины, и также у нас регулярно проходят тематические вебинары по этому сервису, поскольку очень много в нем функционала, можно послушать и познакомиться с этим сервисом. Что он из себя представляет? Это внутренний портал для работы уже внутри клиники, решения различных организационных вопросов. Это совместная работа над задачами, над документами, планирование, это единая база документов, потому что часто бывает, что если несколько клиник, вот к нам обращался клиент, говорит о том, что сейчас они приходят все к единому стандарту. Раньше у них было несколько клиник, в каждой клинике была своя медицинская информационная система, документы хранились в каждой клинике, половина документов еще не в электронном виде, и вот из всего этого конечно никакую единую базу создать в принципе невозможно. Сейчас они планируют использовать портал, они планируют везде поставить единые медицинские информационные системы, подружить их с сайтом, организовать запись через сайт и таким образом создать такую комплексную среду управления различными процессами. Также в нем есть мессенджер, видеозвонки, те же звонки, про которые я говорила на сайте, они доступны в портале, можно не пользоваться скайпами или другими сторонними мессенджерами, а уже внутри компании работать только на проверенных средствах связи. есть IP Телемфония, есть Bitrix Диск, где можно хранить различные документы, организовывать различные каталоговые уровни и так далее. И, конечно, есть мобильное приложение, то есть все эти сервисы доступны из мобильного приложения. Бесплатно для 12 пользователей можно посмотреть облачный сервис Bitrix24, зарегистрироваться, попробовать использовать, может быть, он будет полезен для также эффективного управления уже внутренними задачами. И есть коробочная версия продукта, это для тех, кто считает, что надежнее будет развернуть или какие-то есть технические ограничения, также надежнее развернуть на своем сервере локально и уже работать в этой среде. Таким образом, мы можем предложить вам два продукта для решения задач облегчения работы пациента, повышения более комфортного обслуживания, это сайт медицинской организации, для решения внутренних задач клиники, это сервис Bitrix24. На этом у меня все. Я благодарю за внимание, сейчас я посмотрю, еще вернусь на сайт и покажу, что и где можно посмотреть. Наш сайт Bitrix, есть описание решения для здравоохранения, здесь подробно написано про медицинский сайт, про онлайн регистратуру, редакции и цены, для чего служит базовая версия, для чего служит расширенная версия, и также есть информация про медицинский портал, то есть как используем модуль сайт медицинской организации на его базе создать решение уже более крупного масштаба. Есть страничка в Marketplace, собственно, где этот модуль продается, ссылка на онлайн демо, есть демо на 30 дней, и здесь в установке есть ссылка на документацию для базовой расширенной версии, подробные настройки, и также в документации для расширенной версии есть ссылка на описание стандартов, на описание обмена СМИС-1С. Что еще полезно будет на сайте, наверное, можно посмотреть контакты, задать, есть разные офисы, есть офисы в Москве, в Калининграде, основной офис разработки в Киеве, Санкт-Петербурге, в Казахстане, то есть также обращаться можно в различные офисы. И на наших решениях также решения для здравоохранения есть вкладка «Вебинары», где у нас обновляется информация, можно посмотреть в предыдущие вебинары, есть презентация, то есть достаточно подробная информация о решении, и, конечно, о платформе, где посмотреть продукты, управление сайта. И можно сравнить редакции, посмотреть возможности, какие модули куда входят, и таким образом определиться с проектом, есть советы, как выбрать, как переходить и так далее. То есть подробная информация купить у нас на вкладке «Купить». И также вот, собственно, наш Marketplace сервис, где можно решить, допустим, готовые сайты медицины. Есть даже готовые шаблоны дизайна, специализированные подстонатологию. Есть еще какие-то сервисы, то есть звонки, сайты, калькуляторы, все что угодно, также можно посмотреть и при необходимости может быть что-то найти интересное. Сейчас я посмотрю, есть ли вопросы. вопросы, будет ли видео? Да, видео будет. У нас традиционно всегда видеоматериалы приходят в рассылки, они будут размещены, опубликованы на нашем сайте. Следующий вопрос, насколько часто клиники пользуются функцией запись через сайт, ведь обычно запись через сайт не может заменить звонок в регистратуру. Вопрос от Натальи. Здесь все зависит от клиники. Клиники, ну, запись через сайт и звонок в регистратуру, здесь, наверное, тоже разные сценарии, зависят от аудитории. Кому-то проще позвонить, действительно получить подробную консультацию и записаться на нужную конкретную услугу. Возможно, не на все услуги стоит открывать электронную запись, потому что есть такие уже узкие специализированные услуги, которых просто пациент не разберется. Но первичные консультации, они вполне могут иметь место для клиник, и мы знаем, что у нас в Москве сейчас есть единая система, ЕМИАС называется, запись даже уже на бесплатные медицинские услуги, и она очень востребована, потому что не нужно бежать в поликлинику, не нужно занимать очередь, как это раньше было в 6 утра, чтобы получить талончик. Для коммерческих клиник также запись часто используется, есть такие крупные клиники, как МИДСИ, но там эта запись используется для постоянных клиентов, то есть они не дают с улицы запись, они сначала заключают договор с пациентом, и уже после этого он получает доступ к сервису, то есть она закрыта по авторизации. Ну, в принципе, сама по себе достаточно запись вполне может часто используется, но опять-таки с какими-то ограничениями, сценариями, и зависимости ответила. Хорошо, спасибо. Так, вопрос от Михаила, в чем все-таки заключается готовность эффективного решения? Но мы говорили о том, что эффективный сайт, сайт, который решает конкретные бизнес-задачи организации, решает конкретные проблемы пользователя. Какие проблемы у пользователя? Это повысить комфортное, повысить сервис, получить информацию в более комфортных условиях, то есть готовое решение, что оно дает? Оно, с одной стороны, закрывает группу задач для пациента, то есть пациент уже готовые сервисы, они все есть, они настроены, пациент может сразу получить информацию об услугах, о врачах, в новом дизайне мы готовим уже более такое детальное описание услуг с различными вкладками, показания, противопоказания и так далее, то есть сервис видеоконсультации, мобильная версия, инфокиоск, то есть мы пациенту даем целый ряд сервисов услуг, которые помогут ему быстрее получить ту или иную информацию, быстрее взаимодействовать клинику, причем не зависит от каких-либо устройств, он может это сделать с рабочего компьютера, может сделать со смартфона, может прийти в клинику с терминалов, это не отменяет администраторов, но это значительно ускоряет коммуникацию для многих и многих людей, не всем удобно бежать в клинику, не все могут звонить, бывает, что люди просто заняты на работе и нет возможности делать какие-то сторонние звонки. То есть пациенту мы даем такую большую возможность, различные интерфейсы, различные сценарии, и мы учитываем все его потребности. Он может задать вопрос, получить оперативный ответ, посмотреть все в личном кабинете и таким образом быть довольным, что клиника заботится о его сценариях, заботится о его вопросах. А для уже администраторов и врачей это вторая целевая аудитория, мы можем получить единую базу клиники. То есть никогда у нас запись велась в одной системе, у одной клиники, у другой клиники она велась в другой системе, у третьей клиники она еще где-то велась или на блокноте. Я видела такие сценарии даже в московской клинике, с которой стоматологией мы начинали работать. Когда мы пришли, у них были календари, это было не так давно, это уже век интернет-технологий, просто еженедельнички, где врачи рукой вписывают себе расписание, там его вычеркивают, зачеркивают. Понятно, что это такое, может быть, это, конечно, эффективно, но, конечно, это знает только врач, и он только сам, каждый врач, причем, мог читать только свое расписание, администраторы очень с большим трудом в этом разбирались. А здесь мы даем возможность как раз объединить все эти клиники, создать для них единую базу пациентов, единую базу врачей, и обеспечить еще и снизить нагрузки на персонал, когда есть сервисы записи, есть электронная регистратура, есть сервис вопрос-ответ. Ни в коем случае мы, наверное, не отменим колл-центр, но мы облегчим ему работу и сделаем более эффективным. И также важно, потому что тоже ситуации бывают, когда ты звонишь в клинику, а тебя подвешивают на очередь и говорят, вы девятый в очереди, через 10 минут вам ответят. Но вряд ли кто-то будет ждать 10 минут. А если быстренько забежать на сайт, посмотреть, то вполне будет быстро, оперативно и получена информация. Если во время видеоконференции доступа у врача к медкарте больного интересует вариант, когда надо просматривать, например, рентгеновские снимки. Александр, спасибо за вопрос. Мы как раз сейчас следующий весенний релиз хотим провести под девизом личный кабинет пациента. У нас в личном кабинете сейчас в принципе можно прикрепить истории, но они автоматом не подтягиваются из-за медицинских информационных систем, но дать доступ врачу в личный кабинет можно. Опять-таки все это решается правами. То есть врач в принципе может иметь доступ к личному кабинету пациента. Вопрос от Руслана. Если я приобрету сайт сегодня, то новый дизайн осенью входит в стоимость. Да, обновления и лицензии, я, наверное, об этом не сказала, действуют в течение года. То есть если вы приобретаете платформу и готовые решения, то в течение года вам будут доступны все обновления. А через год нужно будет продлить лицензии, но это не означает, что сайт перестанет работать и мы его отключим. Все будет так же работать, единственное, не будут доступны обновления. Если вдруг случилась какая-то такая форс-мажорная ситуация, что нет возможности купить обновления ровно через год, а только через полтора года, то значит обновления можно приобрести через полтора года и будут доступны все предыдущие уже вышедшие обновления. Если еще есть вопросы, задавайте. Я передаю слово нашего коллеге Михаилу Болдыреву и он расскажет про рекламу в интернете. Мы проговорили с вами про сервисы, про создание сайта, страницы, структуры, дизайн. Михаил расскажет, как эти страницы правильно должны быть наполнены, потому что мало еще создать все красиво и удобно, еще нужно это наполнить, это нужно развивать, поддерживать и искать дополнительные каналы привлечения посетителей. Михаил, вам слово. Так, Михаила, вас пока не слышно. коллеги, здравствуйте, здравствуйте, Надежда, слышно ли меня? Да, сейчас слышно и видно, хорошо, спасибо. Меня зовут Михаил Болдырев, я директор студии Кландайк, мы специализируемся на разработке и интернет-паркетингу для медицинских сайтов. Соответственно, все о том, о чем говорила ранее Надежда, мы все это делаем, внедряем, помогаем клиентам, вместе с ними разрабатываем и развиваем их проекты. Кто-то из коллег задавал вопрос о приобретении лицензии, вы можете приобрести лицензию у компании партнера, к примеру, у нас, и мы вам бесплатно развернем и окажем первичную консультацию по работе с проектом, если нужно, сделаем дальнейшую доработку. Сегодня мы поговорим с вами о рекламе медицинских услуг в интернете. Содержание доклада. Первый вопрос это создание продающих страниц для медицинских сайтов. Второй вопрос, который мы рассмотрим, это сравнение различных каналов привлечения посетителей с последующим анализом эффективности. И третьим вопросом поговорим о внедрении комплексного интернет-маркетинга и автоматизации продаж. но собственно том, на чем наша команда специализируется. Сразу перечислю некоторые термины, которые я буду употреблять в своем докладе. Контент это любое наполнение сайта, тексты, картинки, графика. То есть наполнение контентом это заполнение сайта информацией. Трафик это посетители сайта, которые привлекаются с различных каналов. конверсия это отношение числа посетителей сайта, сделавших покупку к общему числу. То есть на ваш сайт пришло 100 посетителей и было 3 звонка. Значит конверсия сайта равна 3%. Соответственно весь мой доклад нацелен на то, чтобы эту конверсию увеличить. Лид это потенциальный клиент, в вашем случае потенциальный пациент, который позвонил либо заполнил форму обратной связи либо записался на прием. То есть наша задача увеличить количество этих лидов. Лид это некий термин интернет-маркетинг широко употребляемый, всем известный. SEO это поисковое продвижение, контекстная реклама это реклама в поисковых системах, отвечающая на вопрос пользователя выводится над поисковой выдачей. Тоже на примерах посмотрим. Под контекстной рекламой я подразумеваю все сети контекстной рекламы это Яндекс Директ, Google AdWords, Бегун и другие сети контекстной рекламы. Что мы имеем сегодня? Интернет это основной рекламы источник. Если мы говорим о коммерческих многопрофильных клиниках в Москве, то без интернета почти невозможно сделать нормальные продажи. следующий тезис посетители сайтов привыкли к качественному представлению информации и сегодня посетитель он уже понимает какой сайт хороший а какой плохой и он будет оценивать качество сайта при выборе клиники куда обратиться. Следующий термин это стоимость контекстной рекламы медицинских услуг на грани или выше рентабельности. то есть клиники готовы платить такую цену за привлечение посетителей чтобы работать в ноль потому что рекламные места ограничены а клиник очень много и всем нужны пациенты соответственно вот эта борьба она привела к тому что допустим контекстная реклама вышла на грани рентабельность. Мы будем в ходе доклада рассмотрим и другие каналы привлечения трафика и оценим их сделаем сравнительный анализ их. Консервация выдачи в поисковых системах по многим тематикам уже нельзя продвинуть сайт то есть это мы наблюдаем допустим в тематике бытовая техника к примеру по запросу купить чайник Тефаль недорого в Москве у вас там выдачи техносила Эльдорадо Мвидео цифровое и так далее и когда к нам приходит клиент и говорит я хочу продвинуть сайт по бытовой технике мы ему говорим это невозможно потому что показываем на известные сайты и говорим как будто из них хочешь подвинуть соответственно называется консервация в медицинских услугах есть уже некая консервация по основным выскочастотным запросам но по низкочастотным можно пока работать ну и соответственно падение спроса за счет кризиса соответственно покупательная способность населения немного падает и конкуренция обостряется значит алгоритм продаж медицинских услуг то есть у нас вот здесь три есть блока первый блок это реклама то есть мы можем выделить рекламный бюджет и воспользоваться некоторыми источниками получить посетителей сайта вторым шагом у нас работает сайт который должен конвертировать от этих посетителей в потенциальных клиентов от качества сайта зависит количество на третьем шаге количество звонков и онлайн заявок на втором шаге я сайт пометил как черный ящик то есть если рекламу там как-то можно посчитать то есть количество пользователей сколько мы за них заплатили денег то есть можно все пересчитать на стоимость за одного посетителя сайта и можно звонки как-то посчитать то сайт это некий черный ящик и от множества факторов зависит будет ли он конвертировать или не будет тоже мы сейчас будем рассматривать ну один еще один тезис перед первым вопросом это грань между рекламой и SEO размыта то есть поисковые системы в последнее время начали превращать рекламные позиции максимально похожие на поисковое продвижение здесь видно на скриншоте что по запросу брекета инкогнито у нас в первом экране четыре клиники представлено и первые три места это контекстная реклама фактически на данный момент они обозначены только одной строк подписью реклама меленькая подпись у нас раньше было выделение вот этого блока были запросы справа сейчас поисковой системы сделали все чтобы сделать похожими рекламные объявления на обычные чтобы пользователь неопытный не отличил это рекламное объявление или поисковая выдача и уже нет такого что кто-то кликает только на рекламу кто-то кликает только на поисковую выдачу Все похоже и пользователь кликает в первом экране на первые несколько предложений. Если мы говорим о стоимости, я взял к этому скриншоту буквально вчера стоимости за один клик. То есть, вот, к примеру, запрос Bracket Incognito, который на предыдущем шаге мы рассмотрели, стоимость за спецразмещение, за эти первые три места, это порядка 1000 рублей за один клик. То есть, это просто человек кликнул и пришел на ваш сайт, и деньги у вас уже списались. Это еще не значит, что он купил у вас. Ну, понятно, что, я ниже показал, что если настраивать эту рекламную кампанию, заниматься сайтом, то стоимость, конечно, может упасть. В моем примере 97,64 рубля. Ну, взял этот запрос, потому что, к примеру, там из этих четырех сайтов два сайта наших клиентов, которые мы ведем. Ну, мы очень, как бы, специализируемся в медицинской тематике, на клиниках, на стоматологиях, у нас очень много клиентов. И получается, конечно, что бывает, что мы, наши клиенты конкурируем между собой, но, понятно, от качества настройки зависит. То есть, понятно, не 1000 рублей платим, а 100 рублей, 10 раз ниже. Но это достигается путем как-то плевой настройки рекламной кампании. Ну, давайте первый вопрос. Рассмотрим создание продающих страниц для медицинских сайтов. Есть несколько терминов дополнительных, встречающихся в интернете. Это целевая страница, посадочная страница, лендинг-пейдж. Все это обозначает одно и то же. То есть, это некая страница, которая создана для того, чтобы конвертировать рекламный трафик в будущего пациента. И сейчас мы рассмотрим, какие же должны быть эти страницы. Ну, вот помните запрос, который мы рассматривали, брекеты инкогнито. У нас было в первом экране 4 объявления, 3 из них контекстная реклама, 1 поисковое продвижение. И вот из этих 4 сайтов есть 2 совершенно противоположных сайта. Вот слева и справа показал пример. То есть, в одном случае это текст и стоматологические картинки зубов, в другом случае это описание преимущества этих брекетов, фотографии врача. И там, ну, это вот слева и справа, это привело только часть страниц. То есть, понятно, они длиннее, что там есть еще информация. Ну, очевидно, что конверсия правой страницы в несколько раз выше. Ну, в этом примере конверсия примерно в 10 раз выше. То есть, допустим, из 100 человек, зашедших на сайт, допустим, на левую страницу там будет одно обращение, например, на правую будет 10 обращений. Хотя за рекламу заплатили эти 2 сайта одинаковую сумму. Если перевести это в деньги, давайте рассмотрим пример. Это реальный пример, дальше будем рассматривать другой запрос. Чтобы не только брекеты. Значит, при бюджете в 30 тысяч рублей, если средняя стоимость клика 300 рублей, да, и мы купили на 30 тысяч, купили 100 кликов, то если в одном случае у нас конверсия 3%, в другом случае конверсия 20%, то мы получили с этих 100 кликов в первом варианте 3 пациента, в другом 20 пациентов. И, соответственно, стоимость пациента будет разная. Но вот это уже таблица из следующего примера. Это запрос лазерной апелляции, это косметология, достаточно конкурентный запрос. Это вот бюджеты и стоимости переведены по московскому региону. Понятно, что в других регионах России цена ниже и конкуренция меньше. Но надо понимать, что рано или поздно там все выровняется, потому что клиники существуют, им нужны пациенты, пациенты все больше и больше ищут клиники через интернет, соответственно, конкуренция будет приходить к рентабельности. В интернете очень много статей, видеоматериалов, конференций по посадочной странице. Они очень модные уже несколько лет. Есть основные элементы, которые должны быть на странице. Это большой понятный заголовок, описание услуги, красивая картинка, кнопочка «Запишись», отзывы и другие вещи. Сейчас на примере лазерной пляции, сейчас на среднем числе посмотрим, что нам нужно учесть при создании такой продающей страницы. Первое – это цена. Понятно, что есть разные услуги, на некоторые принято писать цены, на некоторые не принято. Но в большинстве случаев посетители сайтов уже понимают, что можно оценивать цены, не приходя в клинику, а на сайте. И уже привыкли к тому, что цены пишут на сайтах. У меня будут дальше результаты исследования, которые мы ежегодно проводим, о том, что какое количество клиник в Москве ставит цены на сайт, а какое не ставит. Большинство ставит. Следующее – описание процедуры. Это обязательно, потому что в случае лазерной пляции очень важно, какой аппарат будет использован для этой процедуры. Есть там зарубежные аппараты, там Candela, GentleOS, есть российские аналоги, и у них совершенно разное необходимое количество процедур, разная цена. И у пользователей они уже понимают, какой аппарат лучше. В данном случае целевая аудитория – это девушки, а девушки перед тем, как пойти на эту процедуру, они очень много читают форумов, отзывов в различных сайтах информационных для того, чтобы выбрать клинику, в которую они пойдут, и они уже идут подготовлены. Им важно знать, что, как они будут делать. Ну, фото врачей, отзывы, сертификаты отзывы пациентов для любой медицинской услуги нужны. Результаты до-после тоже, то есть люди покупают не… Ну, то есть вы покупаете не сайт, вы покупаете пациентов, вы покупаете не колонки, вы покупаете звук из этих колонок. Соответственно, важно посетителю сайта видеть результат, который он получит после процедуры. Ну, если это косметология, ну, или там стоматология, в других там случаях просто текстовое описание достаточно. Ну, дополнительная информация. И вот перед тем, как создавать эту страницу, вам нужно проанализировать тематику, проанализировать конкурентов и проанализировать целевую аудиторию. То есть, что будет влиять на принятие решения этой целевой аудитории. Ну, давайте вот рассмотрим первый пример. Это скриншот, я сделал его сегодня утром, свежий, то есть по запросу лазерная апелляция. Помните, да, средняя цена 300 рублей за клик. На первом месте, может быть, даже сейчас, кто в Москве, можете этот сайт увидеть у себя в поисковой выдаче. Ну, вот сайт Beauty Clinics, не наш клиент. И вот справа это сайт, на который ведет это рекламное объявление. Ну, я его немножко тут обрезал, потому что он длинный, там много текста. Но смысл в следующем, что, то есть заплатив высокую цену и поставив сайт в рекламе на первое место, мы ведем на пациента, где просто текстом описана эта услуга. И там, ну, то есть нет ни цены, ни нормальных картинок до и после, ну, нет ничего о том, о чем я сейчас говорил, там, несколько минут назад. Вот, следующий пример. Тоже вариант плохо, это, ну, тоже вот свеженький скриншотик. Здесь, ну, не очень хорошо видно, но я так проговорю, будет понятно. Есть там, ну, фотографии до и после низкого качества, есть там краткое описание, есть таблица с ценой. В принципе, ну, этого достаточно, что мой клиент заказал, но если мы говорим о конкурентной борьбе, то мы придем, допустим, на следующий сайт, то мы увидим, что здесь гораздо качественнее подана информация. Соответственно, вероятность конверсии у этого сайта больше. То есть, пример номер три. Здесь есть подробное описание процедуры, видеопроцедуры, причем видео, если его посмотреть, то будет видео именно этой клиники, то есть, она брендирована не просто, что такое лазерная апелляция, а, то есть, конкретно специалисты этой клиники показывают прям в кабинете этой клиники, ну, рассказывают об этой процедуре. Есть фото, ну, там, до и после, много дополнительной информации, есть сцены. Вот единственное, что здесь не хватает призыва к действию, то есть, там, кнопки, большой зеленой кнопки записаться, там, да, запишись со скидкой, то есть, такие вот маркетинговые ходы. Вот их немного не хватает. Ну, вот есть пример хороший здесь, ну, тоже вам, может быть, не очень хорошо видно, но смысл, также проговорю текстом, что есть все то, о чем мы изначально говорили, то есть, преимущества процедуры, цены, там, скидки, акции, отзывы специалистов, описание аппарата, какие-то сравнительные характеристики, то есть, в принципе, ну, полнота информации достаточно большая. И, ну, можно говорить, что немного здесь дизайн простенький, но, в принципе, страница достаточно продающая. Вот, и теперь надо понимать, что, как бы, у нас же, особенно в многопрофильных клиниках, не одна страница, ну, то есть, не одна услуга, а у нас сотни услуг. Мы дальше поговорим о правильной структуре сайта, о том, что, ну, даже вот под одну услугу, та же самая лазерная аппеляция, на самом деле, можно сделать несколько сотен посадочных страниц, разбив их, ну, сегментируя их, допустим, по участкам тела, допустим, лазерная аппеляция для губы, лазерная аппеляция ног, лазерная аппеляция там подмышек, и можно сегментировать по полу, то есть лазерная аппеляция для мужчин, лазерная аппеляция для женщин, и под каждую эту аудиторию, да, дешевую, можно сделать отдельную посадочную страницу. И, ну, это очень кропотливая работа, но, если говорим о эффективности, то это увеличит, ну, эффективность рекламы, ну, в десятки раз. Ну, как же сделать правильно? Ну, во-первых, нужно собрать всю информацию, которая может быть полезна пользователям, то есть есть, там, две категории людей, это люди, которые принимают решения быстро, импульсивно, есть категории людей, которые, там, долго думают, выбирают. И, то есть мы должны, как бы, закрыть обе, ну, два этих пласта. Ну, есть также разные категории товаров и услуг, есть, там, дешевые товары, решения, там, покупки которых принимаются быстро, к примеру, там, доставка пиццы или, там, цветов, то человек заходит на первый сайт, видит, там, картинку пиццы, заказывает ее, и дальше уже не смотрит на другие сайты. А есть сложные товары, услуги, к примеру, медицинские услуги, где пользователь перед тем, как заказать, он оценивает множество вариантов. И, чем дороже и сложнее эта услуга, тем больше он будет искать информацию. В том числе он зайдет на какие-нибудь информационные ресурсы, найдет фамилию этого врача и попробует найти независимые отзывы об этом враче. Ну, соответственно, необходимо продумывать структуру страницы, для этого нужно рисовать проект интерфейса, там, долго думать, анализировать. Ну и технический дизайн. То есть мы говорим о том, что нужно делать дизайн самого контента, то есть информации, тот же самый текст, в котором есть там заголовки, маркированные, номерованные списки, выделение, картинки. Нужно привлекать дизайнеров, которые будут отрисовывать этот контент. Просто обычный контент-менеджер качественно разместить информацию не сможет. Есть разные механизмы автоматизации всего этого дела, но это достаточно сложная информация. В одном из предыдущих вебинаров я об этом рассказывал. Сейчас не буду вспоминать. Есть просто термин такой, типа графика, и можно уже собирать страницы из готовых блоков, заменяя в них там текстовые части. Вот. Ну, если не знаете, как сделать, или нет времени на это, конечно, нужно отдавать это специалистам. То есть бездумно сделать сайт, вот, ну, допустим, у нас есть, типа, решение 1SBitrix, там есть куча функционала, мы его взяли. Ну, вот, просто поставить демо, ну, то есть, ну, какое-то там простое описание ваших услуг и запустить на него рекламу, так, конечно, делать нельзя. Ну, это подходит только для, ну, там, государственной клиники или клиник, кому, ну, кто не занимается интернет-маркетингом. Те, кто делают сайт для последующего продвижения и рекламы, они должны, ну, как бы, уделять этому время. Как сделать автоматическую генерацию? Если мы говорим о диплом решении 1SBitrix, мы понимаем, что у нас есть база врачей, которая подтягивается в медицинско-информационную систему, у нас есть расписание, ну, у нас есть отдельно написанное описание товаров и услуг, у нас есть цены, у нас есть там справочники оборудования и материалов. Теоретически можно сделать автогенерацию от этих вот посадочных страниц. То, что мы сейчас разговаривали, показывали, не, то есть, не каждую страницу отдельно прорабатывать, а прямо одновременно все, там, сотни услуг одновременно с ним работать. К примеру, есть привязка на уровне систем управления врача к конкретной услуге, и, соответственно, если у вас завтра врач поменялся, то на странице тоже фотография врача поменялась. То есть, у нас куча кейсов по такой интеграции, то есть, есть много известных многопрофильных московских клиник, у которых используются наши решения в автоматической генерации контента. Ну, давайте дальше пойдем поговорим о сравнении различных каналов привлечения посетителей сайта с анализом эффективности. Ну, вот я привел примерную таблицу. Это примерно реальные данные, опять же, для Москвы, для здравоохранения. То есть, ну, вот мы видим примерную стоимость, да, контекстная реклама – это 50 рублей за клик. Понятно, то есть, вот я приводил примеры, где стоимость клика была 1000 рублей по брекетам, где стоимость клика была 300 рублей. Понятно, что есть другие услуги, ну, более дешевые, но в среднем это, там, 50 рублей, ну, там, 30, 50, 80, ну, вот стоимость. Стоимость поискового продвижения, там, примерно, в среднем 10 рублей за клик. Ну, вот есть нюансы, что, ну, нет четкого прогноза, то есть, это 50 на 50, как повезет. То есть, ну, вы платите деньги за поисковое продвижение, ваш сайт может начать расти хорошо, медленно, вообще не начать давать поисковый трафик. Соответственно, здесь есть, ну, очень большая доля риска. Социальные сети – это примерно 5 рублей за клик. Тут отличие от контекстной рекламы в том, что здесь не идет удовлетворение спроса, а идет формирование спроса. То есть, в случае контекстной рекламы пользователь напрямую запрашивал поисковый запрос брекета инкогнито, или даже уже более коммерческий запрос, там, купить, ну, не купить брекеты, а, там, цены на брекеты, либо клиника по установке брекетов, или хорошая стоматология. То есть, он уже ищет клинику, в которую он хочет обратиться. А то в случае социальных сетей люди не ищут там информацию, они просто сидят, проводят там время. Соответственно, мы формируем спрос. Мы говорим, а вот есть хорошая клиника, где можно сделать голливудскую улыбку или еще что-то. Ну, посмотри. Понятно, что средняя цена за один контакт с пользователем сайта, она меньше. Ну, хорошо работает ремаркетинг. Ну, не буду с нами что-то такое, ну, найдете. Реклама на тематических порталах. То есть, есть большое количество тематических порталов медицинских, на которых можно купить баннер или какую-то рекламную статью, которые продают, ну, там, продают трафик. Ну, здесь средняя цена 15 рублей за клик, но надо мерить. То есть, один портал может давать продажи, другой портал не давать продажи. Мы дальше посмотрим о том, какие технологии есть для анализа эффективности вот этого трафика. Ну, и покупка напрямую лидов. То есть, много компаний, кто пытается продавать уже готовые лиды. То есть, это пациент, который уже, ну, там, оставил свои контактные данные и хочет записаться к какому-то врачу. И ты покупаешь его контакт, ты звонишь ему и предлагаешь посетить твою клинику. Средняя цена, там, по-моему, это какие-то 1000-1500 рублей за лид, но тут очень сложная настройка. То есть, вот подобрать, ну, то есть, настроить качество этих лидов, обработку их, ну, эти взаимоотношения с партнером очень сложно. В принципе, мы тоже продаем лиды клиникам, но вот эта вот синхронизация, работа с ними, она очень-очень сложная. То есть, если говорим вот о, как бы, сложности настройки рекламной компании, не только контекстная реклама, это быстро, но, там, на грани рентабельности, покупка лидов, то это очень сложно. Ну, если получится, то это, как бы, очень эффективно. Ну, давайте рассмотрим только пример, что вот вы сделали сайт, используем типовое решение, сделали красивый дизайн, и у вас, ну, обратились в компанию, и мы, ну, например, там, и мы вам, там, ваш трафик на сайте растет. Вот на этом скриншоте, скриншот из Яндекс.Метрики, то есть, вот начали работу над проектом, было, там, 100 человек в день, потом через полгода стало, там, 800 человек в день. Ну, да. Ну, что дальше происходит? Мы смотрим количество звонков. То есть, количество звонков, в данном случае, растет. Было, там, 100 звонков, стало, 800 звонков. Ну, отлично. Вроде кажется, что, ну, работа идет, клиент идет, звонки происходят, вроде все хорошо. Но вопрос, покупается ли реклама? То есть, понятно, чтобы привлечь вот этих людей ежедневный сайт, нужно тратить достаточно большие деньги. Ну, если говорим о конкретных суммах, то для многопрофильной московской клиники, ну, рекламный бюджет, это, там, минимум, там, 100-200 тысяч рублей минимум в месяц нужно тратить, чтобы, ну, хоть как-то, там, ну, заставить работать интернет. Ну, как бы, ну, как будто, то есть, цена за клик очень высокая, и рекламная стоимость, ну, порог входа на достаточно высокий. Так, в итоге, как понять, окупается ли реклама? То есть, понятно, что любой, там, главный врач или владелец клиники, он говорит, я готов заплатить тебе любую сумму, если вы мне принесете в два раза больше. Ну, это понятно, но как же это померить? Соответственно, вот обычные веб-аналитики, то есть, это измерение количества посещений сайта и даже количество звонков, оно, ну, ничего не дает. У тебя может быть много звонков, но плохая запись. Или много звонков, и люди записываются на низкомаржинальные или, там, дешевые, ну, недорогие услуги, а, там, дорогие услуги, которые выгодно продавать в клинике, ну, там нет записи, соответственно, ну, что-то нужно с этим делать. Вот. Ну, также стоит задача отследить повторные звонки. Вот, к примеру, на предыдущем графике у меня был рост звонков, и вот непонятно, то есть, если мы клинику с нуля запускали, это были звонки от новых клиентов или это звонки от клиентов, которые идут уже повторно на прием. Ну, тоже надо это считать. Соответственно, вот есть, стоит такой вопрос, что для каждого, ну, чтобы действительно посчитать каждый рекламный источник, то есть, сколько он, ну, сколько он принес звонков, нужно выделить ему отдельный номер телефона. Вот. Соответственно, в зависимости от эффективности этого рекламного источника нужно распределять бюджет, ну, рекламный бюджет между этими источниками. Ну, вот, для этого нам поможет классический колл-трекинг, то есть, что это такое? Это мы размечаем каждого пользователя, пришедшего на сайт, ну, то есть, смотрим, откуда он пришел. С поисковых систем, с Яндекс.Директ, с Google AdWords, там, с баннера конкретного сайта, там, с листовки, с рекламного журнала. Для этого мы показываем этому пользователю, ну, каждому пользователю уникальный номер, то есть, по каналу. То есть, те люди, которые приходят с поисковой выдачи, они видят один номер телефона, а те люди, которые читают рекламу в журнале, они, там написан, ну, там еще другой номер телефона. Соответственно, по количеству звонков мы, ну, видим, сколько было переходов, сколько звонков, и если у вас выстроена, ну, на уровне медицинской информационной системы, на уровне CRM, к примеру, BITREX24, выстроена система продаж, то можно и считать конверсию. То есть, можно понять, что какой источник, ну, дает максимальную конверсию и минимальную стоимость привлечения одного нового пациента. Вот. Но, если мы говорим о, ну, контекстной рекламе, то там есть еще разные слова. То есть, ну, вот в данном примере, то есть, у меня вот общий пример. То есть, есть запрос «Купить слона» и есть запрос «Как купить слона». Соответственно, стоимость этих запросов разная, и надо посчитать, какой именно поисковый запрос дает звонки, а какой не дает. Для этого на каждого уникального посетителя выделяется отдельный номер телефона. Понятно, что, ну, так как мне нужно содержать большой пул телефонных номеров для вот этого анализа, то, ну, это достаточно дорогостоящая штука. Ну, примерно, там, от 10 до 50 тысяч рублей в месяц. Это стоит применять, если вы тратите большие бюджеты на интернет-маркетинг, ну, для того, чтобы их как-то минимизировать или, там, улучшить их эффективность. Ну, и что в итоге мы получаем? Вот, это реальный пример, когда, то есть, вот рекламный бюджет за месяц, там, по одному, ну, по Яндекс.Директу был, там, 122 тысячи рублей, по поисковому продвижению в Гугле потратили 20 тысяч рублей. Видно, сколько было посетителей, сколько было звонков, да, и видим конверсию звонки и стоимость одной конверсии. То есть, вот, к примеру, по результатам вот этого исследования, о котором я сейчас говорил, ну, тут я не привожу конкретный пример, так как это коммерческая информация уже, стоимость одного пациента с Яндекс.Директа была 4300 рублей, да, а поисковому продвижению 1700 рублей. Ну, понятно, что, допустим, 4500 за одно входящее обращение для клиники, это очень дорого, но мы не говорим о том, что, ну, как бы плохо это или хорошо, о том, что нужно анализировать это для, ну, корректировки, то есть, либо, то есть, работать с конверсией, либо, ну, работать с трафиком, то есть, улучшать рекламную кампанию, чтобы один посетитель выходил, ну, дешевле. То есть, какие-то действия, после этого анализа, нужно какие-то действия, ну, сделать, чтобы это улучшить. Ну, общий алгоритм работы. Нужно найти самый эффективный канал интернет-маркетинга, сконцентрироваться на этом канале, ну, оптимизировать этот источник, ну, и потом следующий канал. То есть, к примеру, после вот, ну, анализа посетителей сайта, вы поймете, что у вас с, допустим, с какого-то портала, ну, образно, там, есть там портал стоматологии РФ, вы купили там баннер, и оказалось, что, ну, стоимость одного пациента с этого баннера, она, там, меньше, чем с других рекламных источников. Соответственно, нужно перекинуть рекламный бюджет на этот портал. Ну, или там запросы, у вас там 30 запросов, по которым вы рекламируетесь в контекстной рекламе Яндекс.Директа, соответственно, выяснили, что один из них самый эффективный, и нужно этот запрос максимально прокачать. То есть, увеличить бюджет и увеличить охват по этому запросу пользователей. Вот. Ну, вот то, что я говорил о первых двух вопросах, то есть, это посадочные страницы и анализ рекламных источников, да, и анализ их эффективности, то есть, все это ложится в комплексный интернет-маркетинг. В принципе, весь рекламный рынок, интернет-маркетинг, приходит к тому, что мы вынуждены работать с сайтами в комплексе, то есть, нельзя, ну, отдельно настраивать рекламную кампанию и отдельно работать над сайтом. Нужно это делать вместе, и нужно анализировать, что случилось после того, как мы сделали те или иные изменения в рекламной кампании и сделали те или иные изменения на сайте, чтобы поменялось. Соответственно, ну, вот этот комплексный подход, он сейчас наиболее передовой. Ну, что такое комплексный интернет-маркетинг? Ну, это комплекс действий направлен на превращение пользователей сайта в потенциальных пациентов компании, клиники. Какие работы нужно делать? То есть, нужно анализировать, ну, нужно анализировать все. Соответственно, это создание дальнейшей работы с сайтом, это поисковое продвижение, это контекстная реклама и другие маркетинговые активности. Ну, на самом деле, вот комплексный интернет-маркетинг, он достаточно широкий, и нужно думать о многих вещах, чтобы получить хороший, правильный проект. Ну, если мы говорим о здравоохранении, то это несколько пунктов, которые нужно обратить внимание. Это правильная структура сайта, сейчас мы поговорим, это анализ конкурентов, это создание продающих страниц, об этом мы немного говорили, это настройка рекламной кампании, анализ эффективности, тоже об этом говорили, автоматизация делопродаж, автоматизация бизнес-процессов. Ну, очень кратко сейчас по этим пунктам пробежимся, чтобы было понятно вообще, куда дальше смотреть, что читать, что обратить внимание. Первое – это правильная структура сайта. То есть, мы должны заложить те страницы, на которые в последующем запустим контекстную рекламу и которые будем продвигать в поисковой выдаче. Ну, вот здесь пример структуры сайта. Здесь всего лишь описана одна услуга. Есть, к примеру, врач, который лечит позвоночники. То есть, можно сделать одну страницу, просто лечение позвоночника, а можно сделать 100 страниц на эту одну услугу. То есть, к примеру, страницу под запрос «Сильно болит шея», дает в руку для людей, у которых возраст больше 55 лет. Там одно описание. Ну, то есть, допустим, одна услуга, она сегментирована по направлениям. Допустим, к примеру, замена позвоночного диска, замена шейного диска, какая-то операция и так далее. И вот каждый пункт в моем графике – это одна посадочная страница, на которую пойдут запросы, конкретные запросы в контекстной рекламе и она будет продвигаться по конкретным поисковым запросам. То есть, если мы говорим о многопрофильной клинике, то структура вашего сайта – это сотни, ну, сотни даже тысяч страниц. Ну, и каждая из них должна быть продающая, посадочная, продуманная. И нужно анализировать конверсию каждой из них. Ну, правильная структура сайта – это ТЗ для дизайнера, программиста для копирайтера, это готовая SEO-карта для поискового продвижения, это быстрый запуск контекстной таргетированной рекламной кампании. Ну, в одном из прошлых вебинаров, который вы можете найти на сайте Bitrix. Я подробно рассказывал, как сделать правильную структуру сайта для медицины. Анализ конкурентов. Ну, вот мы, к примеру, по коммерческим клиникам, по стоматологиям, по узким сегментам, типа, вот, косметологии, это лазерная апелляция, это ЭКО. Мы каждый год делаем анализ всех клиник, представленных в Москве, для понимания, какие тенденции существуют сейчас на рынке. Ну, то есть, простой вопрос, нужно ли размещать цены на сайте или не нужно. И нужно, ну, для того, чтобы это понять, нужно посмотреть, как бы, выборку общую, посмотреть, кто из них какие сервисы использует. Ну, к примеру, по результатам такого исследования, которое мы в прошлом году делали, то есть, вот мы выбрали 107 многопрофильных клиник, и у 93 из них был на сайте Price. Да, у 76 есть резюме врачей. Допустим, личный кабинет, ну, вот эта интеграция с МИС есть только у 12 клиник. Ну, понятно, что в этом году немножко ситуация, может, изменилась, их больше стало, но, то есть, вот общие цифры такие. Соответственно, когда мы проектируем новый сайт или новую страницу, мы должны учитывать те тенденции, которые есть сейчас. Потому что пользователи, они уже начинают, допустим, если есть расписание, ну, то есть, и оно, есть положительная тенденция, что все больше клиник интегрируют на сайты расписание, где пациенты могут быстро записаться к необходимому врачу, то это значит то, что пациенты привыкают к сервису и способны оценить качество сайта. То есть, если у вас на сайте не будет этого расписания, соответственно, вы будете проигрывать вашим конкурентам. Ну, понятно, что есть сложные такие штуки, как там SEO-продвижение, то есть, можно встроить сложные диаграммы зависимости поисковой выдачи от тех или иных факторов, к примеру, распределение топа по конкретному запросу от возраста домена, к примеру, ну, то есть, для понимания того, есть ли смысл заводить новый домен или нужно старый домен брать для того, чтобы там продвигаться по какому-то запросу в такой-то тематике. Ну, вот это вот такие сложные вычисления. Если мы говорим о серьезных взрослых проектах, то их нужно делать. Это как бы задача интернет-маркетологов. Вот. Ну, после анализа конкурентов мы знаем, что учесть при разработке сайта, используем фишки конкурентов и смотрим, ну, если говорим о SEO-продвижении, смотрим, какие факторы влияют на ранжирование в данной тематике. Ну, вот создание продающих страниц, о том, о чем мы говорили в первой теме моего доклада. То есть, каждая страница сайта должна продавать, да, помните, вот этот скриншот, это реальные сайты, которые выходят сейчас по запросу bracket-in-commenter. Конверсия правого сайта 10 раз выше, чем конверсия левого сайта. Ну, настройка рекламной кампании, тоже еще раз повторюсь, скриншот, который я вначале показывал, о том, что при правильной настройке рекламной кампании можно в десятки раз уменьшить цену за клик. Здесь, ну, вот при настройке рекламной кампании, понятно, есть очень много нюансов. К примеру, есть закон о рекламе, который там запрещает определенную рекламу медицинских услуг, но если вы, ну, то есть, очень просто проверить, то есть, если вы видите рекламу конкурентов по этому запросу, значит, можно туда прорваться. Понятно, что нужно предоставить лицензии, сертификаты и там подобные вещи. Ну, с этим справляется там любое рекламное агентство. Но вот качество настройки рекламной кампании тоже важно, это отдельная тема, конечно. Вот, нужно понимать, да, что, ну, не стоит пытаться самому настроить рекламную кампанию. Скорее всего, если вы будете сами настраивать, вы будете платить тысячу рублей за клик. И рядом будет объявление, настроенное нами, которым мы будем платить 100 рублей. Просто надо помнить. Ну, анализ эффективности о том, о чем мы говорили. То есть, помимо качества сайта и настройки рекламной кампании, нужно постоянно считать стоимость пациента, то есть стоимость клида. И анализировать, и делать некие изменения в паркетинговой политике. Автоматизация продаж. Опять же, отдельный вебинар на эту тему мы с Надеждой читали. Ну, в министерских услугах тут, ну, можно сказать, трехшаговая продажа первичной консультации. Это, ну, то есть первый шаг принять звонок, оператор принимает звонок, записывает пациента на какую-то дату и время к конкретному врачу. И третьим шагом это контроль. То есть, нужно проконтролировать пациента, чтобы он дошел до вашей клиники. То есть, если он записался, это еще ничего не значит. То есть, половина из них не придет. И для того, чтобы контролировать приход, им нужно отзванивать за день, за час, смс-уведомления, e-mail-уведомления о том, что у них назначено. И, ну, то есть это надо все выстраивать. Ну, здесь вот секрет какой. Ну, вот, качество администраторов и сотрудников ком-центра, то есть, если они там не подготовлены, то у них коэффициент записи будет там 40-50%. Если они там пришли в обучение и там имеют хороший опыт, то они смогут 95% записи от входящих лидов. И обязательный контроль. То есть, ну, то есть, всех, кого мы записали, нужно контролировать, ну, то есть, факт прихода в клинику. Для этого можно использовать там CRM, BITREX24. Есть очень много инструментов для того, чтобы это все сделать. Ну, и как раз мы приходим к тому, что необходимо автоматизировать бизнес-процессы. Вот мой рисунок IT-инфраструктуры клиники. Ну, это вот стандартная схема, которую мы очень часто внедряем клиентам. То есть, это вот сайт, который мы, ну, сегодня на вебинаре в первую половину рассматривали. Это медицинская информационная система, в которой в большинстве клиников установлены. То есть, разработчиков очень много. Там есть хорошие и плохие. Неважно, по умолчанию мы предлагаем мисс от 1С, да, и, соответственно, настраиваем синхронизацию. Чтобы запись на прием работала на сайте, да, она должна быть синхронизирована с вашей медицинской информационной системой. Если вы используете 1С, ну, медицину, то, как бы, ну, интеграция с 1С-бухгалтерией, она, ну, то есть, там очень легкая. И, с другой стороны, у вас есть Bitrix24, это коммуникация внутри компании плюс вот эти первичные продажи. То есть, теоретически, продукция компании 1С, она закрывает полностью вот IT-инфраструктуру клиники. У нас есть много кейсов, где мы полностью, ну, то есть, там интеграцию такую достаточно глубокую делали на продуктах 1С. То есть, плюсы от использования одного вендора, да, для всего программного включения то, что друг с другом это все очень хорошо обменивается. То есть, сайта, там, звонки и заявки летят сразу в Балтау, где администраторы назначают первичные приемы. Когда пациент пришел, заключил договор, ему в медицинской фронт-системе заводят карточку, когда он начинает сдавать анализы, они все туда подтягиваются. Можно настроить связь МИС и сайты, тогда пользователь сможет в личном кабинете видеть там результаты своих анализов. Вот, что мы недавно реализовали на таких проектах, как Invitro, там, других клиниках известных. Ну, какой, если мы говорим о комплексном интернет-маркетинге, это все-таки деньги, и мы должны говорить о, ну, о деньгах. А, вероятно, какой бюджет нужно выделять на интернет-маркетинг? Ну, в любой книге написано, что бюджет на маркетинг это 10% от оборота. То есть, если оборот вашей клиники 3 миллиона, значит, на маркетинг вы должны ежемесячно выделять 300 тысяч рублей. Это вот, ну, средняя такая, средняя температура по больнице. Вот, а и, ну, и какой же бюджет на разработку сайта? То есть, если мы, ну, выделяем, к примеру, 300 тысяч рублей на интернет-маркетинг, то стоимость сайта должна равняться полугодовому бюджету. То есть, ну, понятно, что если вы взяли вот типовое решение, один из Bittrex поставили, на него начали, запустили рекламу, да, при бюджете в 300 тысяч рублей, то конверсия у вас будет низкая. То есть, нужно работать над контентом, над, ну, над дизайном, над, там, другими вещами. Соответственно, ну, правильно, ну, то есть, если у нас большой рекламный бюджет, у нас должен быть и идеальный сайт. А, ну, уж поверьте, ну, то есть, сайт для клиники стоимостью, там, несколько миллионов рублей, это, ну, то есть, это не просто, что, там, разработчики вас обманули и забрали деньги, а, ну, действительно, он того стоит, чтобы, действительно, вот, то, о чем я говорил, да, сделать сотни, ну, структуру сайта из сотен страниц, и каждую страницу продумать, подготовить ее и так далее, только на это, ну, то есть, уйдет львиная часть бюджета. Ну, какие-то некие итоги, которые мы подведем. Первое – это создание качественного сайта, соответственно, у нас есть типовое решение, мы его уже давно-давно распробовали, и, ну, все проекты делаем исключительно на этой системе управления. Вот, ну, бюджетность, ну, то есть, у нас есть варианты, можно сделать сайт на типовом решении, это обойдется, там, в пределах, там, 50 тысяч рублей, да, исключая стоимость лицензии, но, если, как бы, идти серьезно на проект, то это примерно полугодовой рекламный бюджет. Вот, следующий пункт – это использование максимального количества каналов, то есть, у нас есть контекстная реклама SEO, таргетированная реклама, покупка лидов и так далее, и так далее, и каждый из этих источников, он имеет свои характеристики, конечную, разную конечную стоимость лида, и так как контекстная реклама у нас на грани рентабельности, а SEO не всегда получается, ну, говорим, что в случае SEO, да, то есть, ни один специалист по SEO не сможет вам гарантировать или обещать что-то, потому что, с другой стороны, есть поисковые системы, и, ну, то есть, они, там, алгоритмы постоянно меняются, факторы ранжирования совершенно разные, и, ну, далеко не факт, что сайт выйдет. Понятно, что если соблюдать, там, определенные принципы, то SEO, оно, в конечном итоге, выстреливает, но это очень отложено во времени, соответственно, ну, на него при краткосрочном планировании вообще не стоит рассчитывать. Также, когда вы, ну, вот используете различные каналы интернет-маркетинга, нужно анализировать их эффективность. Это в пункте 2 я говорил, ну, в втором вопросе доклада я говорил о клоу-трекинге, без которого сейчас ни одна рекламная компания, в принципе, не может работать, ну, что надо анализировать эффективность разных рекламных каналов. Вот, ну, и выстраиваете бизнес-процессы продаж, то есть, используете CRM-систему и считаете, 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 чтобы ваша реклама была эффективной. Ну, вот, в принципе, все, можете задавать вопросы, вот, ну, а также, если можете обратиться в нашу компанию, мы вам отдельно, там, ну, ответим, какую-то аналитику предоставим. Спасибо. Михаил, спасибо. Коллеги, есть ли вопросы? Пока вопросов я не вижу. Ну, если они появятся, то контакты Михаила у вас перед глазами, также можете написать мне на почту, если вопросы я могу их передать. Мы благодарим вас за участие в нашем вебинаре. О, есть вопрос, ага, от Олега. Есть ли опыт подружения с помощью видео? Михаил, это к вам вопрос. Ну, видеоконтент, он очень перспективный, и, в принципе, вот весь англоязычный интернет, то есть, Америка, Европа, то есть, очень большое внимание уделяет видео. Ну, и вот я во второй теме, да, показывал там посадочные страницы, где мы использовали видео, то есть, это была лазерная апелляция, и мы просто, ну, то есть, просто сняли качественный ролик о том, как проходит эта услуга. И вот это видео, оно очень просматриваемо, то есть, после анализа выяснялось, что там практически, ну, больше половины пользователей смотрят это видео, и когда они приходят в клинику, они говорят, о, мы вот смотрели на видео, вот этот аппарат, видели этого врача, и это очень хорошо работает. Ну, это вот просто видео на сайте, хотя бы первый шаг. Понятно, что есть там такая услуга, как видеоконсультанты, ну, такие же там разные фишки с видео, ну, как бы, они, ну, очень хорошо работают все, но очень тяжело внедряемы. То есть, ну, вот, действительно, подключить, ну, вот, сделать видеоконсультанты, ну, вот, честно, пока, хотя вот в решении «Инститрикс» это есть, но ни на одном серьезном коммерческом проекте мы пока не смогли это внедрить, и не из-за того, что мы не можем это внедрить, а из-за того, что клиника не готова. То есть, как сделать так, чтобы врач, который сейчас, у которого сидит пациент, да, ему идет вызов с сайта, и он должен как-то ответить. То есть, это непонятно, то есть, держать отдельных врачей, либо это должна, бизнес-процессы должны быть настолько выстроены, что те врачи, которые сейчас, у которых сейчас нет приема, они автоматически попадают в базу и могут проконсультировать пациента на сайте. То есть, если вы это сделаете, мне кажется, это будет некий прорыв. Ну, то есть, на рынке сейчас. Вопрос еще от Олега продолжает. Стоит ли делать запись операций? Имеется в виду видеозапись. Ну, наверное, операции могут, наверное, тоже напугать пациента. Может быть, интервью оперирующей хирурга, который расскажет о тех или иных особенностях? Что стоит делать? Тут, скажем так, есть разные категории пациентов. Некоторые, ну, готовы это смотреть, и они будут, даже если они у вас на сайте это не найдут, они найдут где-то в, ну, как бы, в другом месте и там посмотрят. Ну, не факт, что они там то, что нужно найдут, но они будут это искать. Некоторые не будут принципиально это смотреть. Однозначно это записывать надо, но нужно это оформлять. То есть, вот, помните слайд, где я показывал, где были фотографии, там, брекет инкогнито. Вот справа мы использовали фотографию врача и просто этих, ну, 3D-модель этих брекетов, ну, просто фотографию. А слева была фотография реальных зубов. Соответственно, фотографии реальных зубов были где-то отвратительны. То же самое вот эти операции, если она не очень эстетически выглядит, то лучше сделать, ну, видео с графикой. То есть, используя, там, 3D-анимацию и какие-то другие вещи, вы можете показать то же самое, что вы хотите донести, только в эстетическом исполнении. То есть, в эту сторону надо смотреть. И вопрос, наверное, такой, как комментарий от Михаила Сухомлина. Наш давний клиент активно участвует в наших решениях, вопросах. А все, что связано с рекламой, сложно, особенно если речь идет о медучреждениях, не столиц или крупных городов. Ну, да. То есть, все, что связано с рекламой, это, ну, над этим надо работать. Ну, вот очень много примеров. Вот, ну, буквально даже сейчас крупная клиника в Москве открывается, и, то есть, они задумались, вот у них завтра открытие, я понимаю, что у них откроется клиника, тогда зайдут их друзья и знакомые, и она встанет пустая. И потом через несколько дней там владельцы схватятся за голову и побегут в интернете и начнут что-то думать. Соответственно, вот о рекламе нужно думать ну, как бы на ранней стадии. То есть, ну, желательно делать сайт и там, ну, запускать уже первую рекламу до, даже до открытия клиники. Ну, если упростить, допустим, направление. Если вы хотите купить какой-то аппарат, допустим, косметологический, то заранее сделайте сайт, запустите рекламу и начните принимать запись до момента физической поставки этого аппарата в кабинет. Как-то так. Ну, да, чтобы первое время клиника не простаивала. Надо делать так, чтобы вот, когда у вас пришел на работу врач, вышел, ну, то есть, вот у вас открылся некий кабинет с какой-то услугой, у вас уже должна очередь стоять на нее. Соответственно, иначе получается, что вы, то есть, очень многие берут, ну, там, приглашают известных докторов, каких-то там профессоров. Ну, да, это красиво, ну, то есть, и красиво можно написать. У нас там идет прием, там, профессор, там, такого-то университета. Ну, по факту, что получается? Покупается дорогостоящее оборудование, приглашается этот профессор, он приходит и сидит, отдыхает, потому что у него нет очереди. То есть, ну, мы понимаем, что, как бы, ну, продажи – это двигатель, это кровь клиники, это, ну, это двигатель. То есть, если у вас нет, ну, как бы не выстроены продажи, то, ну, вам только поможет государственное участие. Есть ли еще вопросы? Пока вопросов больше нет. Если они появятся, обязательно пишите, будем рады на них ответить. Благодарим вас за участие в нашем вебинаре и желаем эффективного развития ваших проектов, эффективной рекламы и всего самого хорошего в вашем бизнесе. Мы с вами не прощаемся, встретимся на следующих вебинарах. Михаил, спасибо за доклад. Спасибо, Надежда. До свидания, коллеги. До свидания, всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok